Как вы помните, мы, как вы помните, завершили с реляционными всякими возможностями, разобрались. Мы все покопались в постгре, осталось только немножко нереляционщины. В прошлый раз мы занимались тем, что рассматривали обзор на те решения, которые существуют. Посмотрели на... Ну, если кратко так, вкратце подытожить. Мы посмотрели на то, какие есть проблемы с реляционными баз данных, почему они не подходят ни для всех случаев. Посмотрели на виды нереляционных решений, всякие кивелью, колоночные, документно-ориентированные, графовые базы данных. Потом посмотрели на какие-то теоретические аспекты, в частности, достаточно подробно разобрали, что такое Каптиоремыча, мы ее едят, и про всякие возможности консистентности баз данных. Ну, и закончили тарантулом и какими-то выводами. Как и обещал, в прошлый раз, сегодня у нас будет более подробный разбор одного из... Одного из нереляционных решений, в частности, это будет MonGDB. Почему MonGDB? Ну, в основном, потому что это такой наиболее плавный, скажем так, переход от тех, кто до этого пользовался реляционными базами данных. Он даже, MonGDB иногда даже, как иногда себя позиционирует, что вот, типа, если вы до этого часто пользуетесь реляционными базами данных, то вам будет несложно перейти на MonGDB. Ну, и помимо всего прочего, это какой-то часто используемый продукт. То есть, ну, вы, наверное, знаете, многие знают шутки и мемы про MonGDB, про то, где его используют. И как знают, что используются достаточно часто. Ну, этот продукт чуть более сложный, чем кивалию баз данных. То есть, про него есть что рассказать, и тут есть нюансы, которых стоит упомянуть. Хотя некоторые кивалию хранилища тоже достаточно сложные, со своими особенностями, в частности, старанту. О чем стоит сказать? Стоит сказать именно, что хотелось начать. Начать хотелось с популярности. Ну, зачем вообще знать про MonGDB? То есть, мои слова о том, что решение какое-то популярное, но основывается не только на количестве, не знаю, на моем каком-то восприятии того, что MonGDB популярно. Вы можете сами провести быстренько эксперимент, взять какие-то базы, которые мы упоминали в прошлый раз, на лекции, взять Google Trends, забить сюда и посмотреть, чего как это упоминается. Это, конечно, такой не то чтобы явный показатель того, что если люди часто гуглят какую базу данных, не значит, что она популярная и везде используется, но это означает, ну, есть корреляция некоторая. Также вы можете зайти на DB Engines, кстати говоря. Мы можем сейчас вместе попробовать это сделать, если компьютерные блоги позволят нам. Можем вместе посмотреть, как они располагаются по популярности. Ну, вот тут достаточно все красноречиво в данном плане. На первом месте Oracle. Ну, надо отдельно смотреть методику, как эти ранки, ранкинг этот составляется. То есть есть похожий ранкинг для языков программирования. Там тоже иногда бывают удивительные результаты. Здесь я, честно говоря, не совсем помню. По-моему, по обсуждению с такой Aeroflow и Git они парсят или что-то такое. Надо еще раз присмотреть методику. Но, как или иначе, MongoDB достаточно высоко. То есть, конечно, ничто не прибьет мускуль, но все же MongoDB находится в достаточно высоком месте. Это решение достаточно популярное. Отчасти это связано... Ну, то есть то, что какое-то решение популярно, не всегда связано с тем, что оно хорошее. Иногда это связано с так называемыми историческими причинами. Ну, в частности, с MoSQL так многие утверждают, что это именно так. У MongoDB, помимо всех его достоинств, которые тоже, безусловно, есть, есть еще такая вещь, как сильный маркетинг. То есть, возможно, продукт... Ну, даже когда он еще был не на той стадии, а сейчас, раньше он был совсем сыроват местами в некоторых смыслах. Даже тогда он очень хорошо продвигался. Даже есть отдельная конфа, которая называется MongoWorld. И туда приезжал, ну, как минимум один раз, наверное, и сейчас приезжает СТО Амазона. Ну, вы понимаете, что достаточно... Вы поймете точнее после сегодняшней лекции, почему это выгодное сотрудничество, почему СТО Амазона, наверное, хотел бы, чтобы у них там на Амазоне разворачивали... На Ways где-нибудь разворачивали Mongo. Какие особенности к этому ведут? Ну, и вообще из тех релационных решений, которые мы избирали в прошлый раз, ну, Mongo, наверное, самый такой популярный, о нем чаще всего говорят. Ну, а очевидно, потому что его проще осознать, и такая его достаточно широкая адаптация в стартап-среде. Ну, и любят люди, которые хотят JavaScript all the way. То есть хранить JSON, ну, грубо говоря, хранить JSON, писать на ноде, и там потом это отправлять куда-то на клиента, использовать там React или Angular, и все такое, чтобы вообще не заходить в никакие другие языки программирования. То есть такие люди тоже существуют. Ну, судя даже по Google Trends, даже не без захождения DB Rankings, Engine Rankings, вы можете быстренько найти, быстро вычислить лидера. И, собственно, когда эта популярность начала стремительно расти, приблизительно года 2010-го, наверное, начался такой неслабый апрайс. Вот. Ну, то есть причины для того, причины, надеюсь, если сейчас не до конца, если это будет, если не полностью в конце лекции, почему было именно MonGDB, но так какой-то дисклеймер сделан. А, про дисклеймеры. Дисклеймер в чем? Первое, эта лекция, она как гомункул, ну, или как Фрекенштейн, она собрана из нескольких презентаций, по крайней мере. Есть первая часть вот этого, несколько слайдов, которые я сделал в поте лица сам, это было невыносимо сложно, но я справился. Остальные части лекции я просто позаимствовал у коллег из 10-джен, которые, собственно, 10-джен, которые разрабатывают MonGDB. У них есть презентация, где они рассказывают, как оно работает. Ну, я же говорю, маркетинг нехороший, маркетинг, то есть продвижение не только среди, не знаю, продвижение среди разработчиков, в том числе у них хорошее, поэтому есть всякие качественные презентации с красивыми картинками, и перекладывать их в свои презентации, наверное, было бы оверкилом каким-то. Про литературу. Вообще, эта лекция изначально предполагалась в прошлых, в первые самые свои итерации, она предполагала, что это MonGDB плюс Redis, я должен был рассказывать. Но Redis я чаще всего не успеваю рассказать, или сегодня успею, это посмотрим. Но MonGDB точно мы охватим, Redis, если останется на это время. Литература по MonGDB, очевидно, как я в прошлый раз говорила, если вас интересует какой-то движок, какая-то база данных, вы берете, гуглите книжку с его названием и непременно находите. В частности, вот этот фиолетовый светит, по-моему, в старой версии, там уже для новой эдишены, соответственно, с MonGDB какой-нибудь 3.0 уже, поскольку MonGDB с тех пор претерпела версионные изменения, мажорные. Там вы найдете, собственно, информацию о том, как ее, ну, как ее, начиная с инсталляции, заканчивая тем, как ее масштабировать, какие-то административные фичи и все такое, как ее, как скрестить уже с ежом и с другими базами данных в том числе. Все это поднимать и эксплуатировать. Короткий экскурс, ну, такой вот брифинг про MonGDB. Какие основные, не знаю, вот, поинты с ним связаны и о чем мы вообще будем говорить. Язык написания, ну, что немаловажно для базы данных, язык написания C++. Это, конечно, не так хорошо, как C, но не так плохо, как Java. C, ну, очевидно, что чистый C всегда лучше. Ява, очевидно. Java, чем плоха, ну, то, что там есть граббич, ну, и как любой другой граббич, коллектимый язык, там бывают замирания в связи со сборкой мусора для высоконагруженных приложений, это может плохо сказаться. Поэтому такой вот язык с явным управлением памятью — это уже, ну, хотя бы неплохой знак. Потому что, ну, вы можете себе представить, что база данных, наверное, на Python вы, возможно, не стали бы пользоваться. Ну, вы бы как-то скептически отнеслись. База данных на JavaScript, упаси боже. Вот. Ну, это не единственное, конечно, о чем стоит сказать. Основные фичи — это там есть мастер-слайф-репликация с всякими плюшками, типа автоматического фейловера, если мастер упал, шардирование, опять же, автоматического. То есть множество штук, которые работают из коробки, вам достаточно поставить и, ну, грубо говоря, пару галочек нажать в конфиге, и оно работает. В отличие от других ноисквейных решений, которые из коробки не масштабируются. Ну, кивали у хранилища типа Redis и Tarantula, ну, некоторые другие, не масштабируются из коробки, вам надо сами придумывать, как это шардировать, как распределять данные и все такое прочее. Похожий, ну, JavaScript-like — язык запросов. Что это означает? Это значит, что он похож на JavaScript, ну, то есть там есть какие-то свои особенности. Трудно отличимо от JavaScript, но есть свои особенности. Скорее, даже особенности не в самом вот языке запросов, а в формате общения. Дело в том, что в MongoDB данные хранятся, ну, мы на прошлой лекции видели примеры, собственно говоря, данные, которые хранятся в MongoDB, похожи на JSON. Ну, внешне это похоже на JSON. На самом деле это не JSON, формат называется BSON. Я, пожалуй, даже напишу, мало ли что. Потому что на слайде почему-то мне не удалось уже написать об этом. Вот. BSON — это, ну, это binary JSON. В некотором смысле это такое бинарное представление классического. JSON, который вы знаете и любите, только теперь бинарный и банановый. Ну, то есть он умеет все то же самое, плюс еще всякие плюшки в виде, типа, даты, чиселок разных нормальных форматов. Все это еще компактно хранится. При этом стоит различать, что в консольке MongoDB-шной есть свой расширенный формат JSON. То есть там он понимает какие-то особенности BSON, вот именно shell, mongo-ский. Если вы общаетесь с обычным, ну, с языком программирования или с кем-то внешним, то используется классический вот RFC-шный JSON формат, энкодер, то есть и там будет фишки, плюшки, которые есть вот в BSON и в частности в shell, они будут каким-то образом сервизованы, что-то более привычное. Ну, например, дата будет сервизована строку, и там не будет всех этих классных методов, мы будем изучать года отдельно, месяц и так далее. Сравнительная штука и тому подобное. Ну, почему это BSON, а не классический? Ну, почему не стоит хранить JSON? Я надеюсь, это более-менее понятно. JSON — это текстовый формат, текст, там, пробелы какие-то иногда люди вставляют, там, что-то запятые, много чего повторяющихся. Ну, короче, очень много для того, чтобы это можно было читать человеку, то есть это хорошо читать человеку, но роботы справляются лучше с бинарными данными, и у них все хорошо получается, при этом они занимают гораздо меньше места, чем чистые JSON, и обращение с бинарными данными, ну, гораздо быстрее все же, чем со строками. В некотором смысле BSON похож на такой формат, как Protocol Buffers или Protobuf, Protobuf, который в простонародье называется. Это гугловский формат хранения данных. Protobuf, он отличен тем, что у него есть фиксированная схема, когда создаете какие-то данные, вы создаете такой протофайлик, где описываете схему этих данных. Допустим, там, юзер, у него там будет имя, это будет тип строка, это будет во всех сообщениях и так далее, и потом все сообщения сервизуются согласно этой схеме в какой-то очень компактный вид. Здесь же BSON, он тоже бинарный, но бессхемный. Вы можете пихать, что хотите, как хотите, но, соответственно, это будет не настолько компактно и не настолько быстро, как, например, Protobuf. То же самое. Вы можете свои кастомные JavaScript-функции писать до версии следующей буллет, до версии 3.0 активно, ну, и, собственно, и после них, просто после версии 3.0 появились разные энджины. До версии 3.0 был один энджин, который сейчас называется mapv1, если я не ошибаюсь. Собственно, он активно использовал mmap. Map — это такая классная линуксовая фича, когда вы можете взять файлик и сказать, хочу его в памяти, а потом читать его, как будто он целиком в памяти, даже если он очень большой, в память не помещается. Но фича классная, но фактически до версии 3.0 MongoDB как продукт, как база данных, была выстроена вокруг вот одного такого, ну, линуксового кола фактически. Вызовем map на все данные, которые хранятся, и считаем, что они в памяти. Это привело к каким-то… к различным особенностям приводит. Я надеюсь, когда мы будем далее более подробно обсуждать энджины, я еще упомяну об этом, но это позволило выпустить продукт, но с точки зрения инженерной, наверное, это было не самым лучшим решением, и на него достаточно часто жаловались. есть якобы-якобы разработчики, ну, раньше до сих пор заявляют, что у них как бы их кредо — это перформансовые фичи, но на самом деле перформанс как раз до версии 3.0 страдал достаточно сильно, из-за фич, которые они добавляли, которых было достаточно много. сейчас вроде как-то фичи добавляют меньше, стараются фиксить какие-то проблемы, ну, мало того, что с перформансом, с какой-то надежностью хранения иногда, и данные теряются, и все такое. Было очень грустно. Сейчас менее грустно стало, но все равно иногда бывает. Журнализирование. Раньше журнализирование до версии 3.0. Да, стоит сказать, что в Монгдб 3.0 относительно недавно, конечно, относительно — это хорошее слово, но относительно недавно все же появилась версия 3.0, когда они избавились от этого. Купили другой. Этот стартап уже не совсем стартап, купил другой стартап. В частности, там появился движок Wired Tiger с классным таким названием, модным молодежным. Вот. И появилась версия 3.0, где этот движок активно используется, и, соответственно, попытались пофиксить старые жалобы, которые накопились до версии 2.0. До версии 3.0, правда. В частности, журнал сейчас имплементируется как Wired Headlock. Ну, собственно, им журнал, вот эта же компания Wired Tiger, которую они купили, она им журнал журнализирования переделала. Wired Headlock там такой, который вы приблизительно, плюс-минус то же самое, что вы ждаете, видеть и видели, там, не знаю. Принцип тот же, что в Postgrease и Тарантуле и тому подобное. То есть для того, чтобы иметь возможность восстановиться после крэша какого-то. есть особенность в том, что в 32-битных системах есть ограничения. Ну, если бы вы до сих пор где-то нашли 32-битные серваки, то у вас есть ограничения. Но лучше выкинуть 32-битные серваки. Пустая база занимает относительно немного места, но все же так заметно. 192 метра просто так, когда остротанули, это может быть и не значение. Но с учетом того, что сама база данных старается, как Монго старается, все держать в память и поднимать в память для того, чтобы это было быстро, няшно, и вы радовались там и нажимали кнопку «Установить еще в свой стартап». Вот. Есть ограничения, связанные с размером документов, на которые мы, наверное, еще не раз будем упоминать. Максимальный размер документов вот этого прекрасного, в которых все хранится в виде документов, который, в свою очередь, является бессонным. 16 мегабайт. Это связано с тем, ну, если документацию почитать, я не говорю, что это связано с тем, чтобы не было таких проблем с тем, что документ становится каким-то чрезмерно большим и занимает слишком много памяти, или когда его передавать по сети было, чтобы он там тоже слишком большие файлы по сети передавать. Ну, там какие-то странные отмазки про эти 16 мегабайт, честно говоря, на мой взгляд. Так или иначе, если вам не хватает 16 мегабайт, вы можете использовать еще одна фишка, которая есть в MongoDB, она там с самого практически начала, это GridFS. GridFS — это такая система, которая, собственно, берет документы в час, например, документы, ну, не обязательно хранить в ней документы, можно просто какие-то файлики, и разбивает их на чанки типа по 256, что ли, килобайт, или тому подобное, и распределяет их по вашим сервакам, как есть, а потом, когда вы запрашиваете этот документ, она его частично, если вам он не целиком, бывает не всегда, нужны какие-то большие штуки, он частично подгружает нужные чанки и отдает. То есть это такая, ну, это, и в частности, они позиционируются, что это удобно, если у вас какой-то распределенный кластер, это MongoDB, и вы храните на него с помощью GridFS какие-то распределенные данные, и он позволит вам быстро и удобно и прозрачным каким-то образом получать эти разбитые на чанки файлики, а MongoDB сама будет отвечать, ну, GridFS сама будет отвечать за то, чтобы все это было равномерно распределено по кластеру. Ну, геопрестанство индекса тоже, что удобно, ну, необходимо, очевидно, множество стартапов, ну, то есть, как же там социалочка, затегать кого-нибудь, там, вот это все. Вот. Ну, это такой, такой быстрый брифинг относительно, мы будем походу разбирать, погружаться в те или иные части особенностей. Кто использует, наверное, стоит сказать, ну, кроме того, что я уже несколько раз упоминал слово стартапы, произносил, Craiglist, Craiglist, ну, такой популярный барда американский, ну, типа газеты из рук в руки, только онлайн, и у американцев, вот. Если очень грубо выражаться, eBay, конечно же, Foursquare, который, ну, Foursquare, он же сейчас Swarm плюс Foursquare, который, там, расщепление произошло в один момент, SAP, ну, как, как неудивительно, такая, вот, абсолютно, интерпрайзная контора, тоже где-то у себя используют в Mongo, помимо всего прочего, того, что они используют страшных вещей, в CERN, тоже, как неудивительно, для каких-то мониторинговых данных, используются в MongoDB. Ну, у нас тоже используются, ну, в мейле я не слышал, о том, что используются в Яндексе, точно, ну, у меня знакомы, точнее, мой коллега, который там работает, использует их там, но они, то, где он использует, это все же не, не совсем не продакшн, не бой, а это такое девелоперское создание, там используют, для того, чтобы хранить какую-то, ну, грубо говоря, грубо говоря, логи, логи событий, некоторые. Дальше, мы поговорили про какие-то фичи, первый интродакшн, поскольку у вас будет семинар, где вы будете делать что-то с Монгой, ну, в частности, писать запросики, то он, очевидно, нужен какой-то немножко вводной практики, помимо всего того многообразия, которое я буду рассказывать сегодня, то есть я, основная конвайта лекция, она, ну, взята по гайду, который сам Монгой выпустил, там, гайд для архитектора, поскольку вы архитектор программного обеспечения по специальности, я, собственно, не постеснялся взять этот гайд, взять его оглавление, и, собственно, на основании его он сделает план лекции, то есть, по идее, конечно же, здесь вы внимательно прослушали и все запомнили, то после этой лекции вы можете, как сказать, архитектурно распоряжаться, не только как разработчик, можете понимать, что вот вы можете поставить много дбэй, запихнуть на нее что-то похожее на джейсон, внутри будет бсон, и потом его получить, и думать, что это, не знаю, дикт в питоне, или тоже джейсон, какой-нибудь объект в JavaScript, можете, сможете понимать, как это строится, как база данных, как это хранилище строится в архитектуру вашу. Устанавливается очевидно просто из любого пакетного менеджера, там, юмом, аптгетом, хомбрю, в зависимости от того, как вам повезло в жизни. Запускаете демон, обычно запускается он вместе с журналом, то есть стартуете вместе с журналом, минус-минус журнал. если вы не хотите, чтобы после крэша у вас что-то покарабтилось, это было бы, наверное, нежелательно. Ну, дальше синтаксис, собственно, у вас появляется какой-то shell, синтаксис обращения достаточно простой, у вас есть, вы можете посмотреть, какие базы данных есть, выбрать нужную базу данных с помощью юз, имя базы данных. В чем особенность, сразу первый подводный камень, который стоит обратить внимание, если вы напишите, ну, у вас есть какая-то база данных юзерс, вы напишите базу данных юзерс, не знаю, букву пропустите, опечатаетесь, что угодно. Никто не поругается на то, что нет такой базы данных, ну, в частности, и то же самое будет с коллекцией. Никто на это не поругается, на отсутствие какого-то имени нам просто по умолчанию создастся. Ну, то есть, когда я только начинал пользоваться, у меня были такие проблемы, то, что я там начинаю пользоваться какой-то коллекцией, ну, то есть, в терминах mong-gdb нет таблицы, есть коллекции, база данных есть, нет таблицы, есть коллекции, но пришли в документы, они в коллекцию собираются, они в таблицу, потому что таблиц-то нет, это не реализационная модель. Вот, когда ты начинаешь пользоваться, опечатываешь все названия коллекции, и потом пишешь какой-то там, грубо говоря, «select», ну, в терминах mongi оказалось то печатался название коллекция просто сдал пустую такую это просто из ничего селектишь очень классная фича советую вот синтаксис дальше ну обычный синтаксис для интроспекции там показать ну для тех кто еще не не перестроился уму есть шоу тейбл атака шоу collections вы можете ну и обычные крут операции ну то есть create и 3 фото и delete заинсерти какой-то документ документ это что-то мы сейчас будут дальше еще примеры посмотреть как выглядит документ самый простой варианте db ну если вы уже написали use то db это просто алиас на туда бы которую ту базу данных которые вы написали в use до этого имя коллекции и дальше операцию которую хотите то есть это как будто вызываете как будто вот эта коллекция которая это какой-то я вас криптовский объект и вызываете у него метод поскольку это javascript like язык запросов кстати это одна из положительных фич которые многие нравится в много дб много дб есть много чего что не нравится людям ну и мне в частности но что у него хорошего есть это использование бессона например и но второе тоже сразу приходит на ум это javascript like язык запросов то есть не стали там как-то адаптировать из ql ну корячивать из ql там где он плохо бы вкорячился и тому подобное просто завязали какой-то простой простой понятный язык который все могут освоить могли бы лузы завязать но он завязали его скрипт так вот возвращаясь к 7 будет у файн тв файмин все равно что select звездочка вы просто из этой коллекции селектить и что-то по условию поле по умолчанию вам не возвращается все правда в отличие от мус от муску от пасгресса традиционный база данных вам не все возвращается какой-то ли там лимит по умолчанию есть find one находит одну одну запись один документ какой-то вы можете дропнуть коллекцию дропнуть базу данных затронкейтить коллекцию и обдайте документы ну то есть в операции апдейт вы первый документ передаете то условия по которым он найдет какую-то выборку и дальше во втором документе собственно то как инструкция о том как отобновлять все это посмотрим это был просто такой формате брифинга опять же быстро быстрая справка для того чтобы быстро начать особенно когда вы будете готовиться к семинару естественно можете не зря это люди стали использовать мангу то особенно те кто до этого только реализационными вас занимался для этого есть причина на то что здесь есть все то же самое что вы видели все то что вы знаете любите но немножко по-другому я в скрипт формате вы можете искать ну допустим у нас есть какие тут коллекции буду упоминать в основном про теги я буду говорить да у нас искать коллекция тег коллекция тегов не знаю если мы делаем приложение бложек какой-то блок я и моя кошка и там очевидно есть коллекция с очевидным данном случае есть коллекция с тегами кроме самих записей блога там пользователей комментариев и тому подобное есть коллекция с тегом можете например из первой улицы найти все документы из коллекции тег где у них у которых есть атрибут name этот атрибут name начинается со слова term то есть это такой фактически аналог лайк запроса в постгрейсе мускуле где угодно естественно вы потом все это можете отсортировать ну соответственно один это ascending минус 1 descending sort может ну это собственно 2 будет это показать аналог order by вы просто внутри вот этого документа опять же то есть вы общаетесь любой запрос к много дб это вызов к некоторые функции которые вы передаете документы которые собственно являются условиями условиями фильтрации условия проекции и так далее и тому подобное вот частности вывести ну на самом деле не все 20 только на увести коллег документы из коллекции тег в сортированном порядке при том а сортированные по юзернейму в нисходящем порядке по возрасту восходящем порядке они вот таким образом втором будет представляется если есть операции лимит но поскольку это функции но они могут скажем так чениться то есть вы можете через точку писать следующую функцию то есть относительные результаты функции функции find вы вызываете лимит и он вам ну а аналоги аналогично лимиту в релизионной базе данных по сгрему nsql да конечно вы имеете ввиду проект существует проекция дойдем то есть вы не обязательно выбирать все атрибуты что есть в документе это хороший вопрос мы сейчас этого коснемся да да так вот есть каунт да вы можете написать find count на самом деле не вне обязательно писать fight вы можете писать db collection name и просто . каунту нам все равно их посчитает есть скип но скип это логично лимит бла-бла-бла запятая бла-бла-бла этого надеюсь поймете про проекции он собственно что и будет как раз про проекции обычно ну вы знаете и любите то что в селекте вы не обязательно звездочка выбирать все поля вы можете выбрать те поля которые вас интересуют это в терминах лицом налоги при называется проекции в проекции реализуются в монге особым способом но там есть есть нюансы скажем то но есть нюанс как в анекдоте какой нюанс дело в том что все записи все документы в монге содержат поймали ки-паймерики это вот нижнее подчеркивание айди если вы не задаете при создании документы при его инсерте или абсерте если не задаете вот этот праймерики нижнее подчеркивание айди то он создается за вас он создается с помощью магической функции так называемого бджекта и 10 не ошибаюсь который есть много дыбы она берется это какой-то некоторые уникальный идентификатор записи поскольку много дыбы работает предполагается чтобы будет поднимать кому-то распределенной среде там с или с реплика с этами и шагированием все вот эти вот прекрасные вещами автоинкремент такой среде не работает ну или работает но это было бы глупо вот поэтому там есть какой-то механизм генерации уникальных идентификаторов как генерируется не колени идентификаторы вы берете таймстэмп не знаю пишник машины какое-то рандомное число ну или точнее рандомное число аккаунтера относительно сколько запись сделали из там каким-то образом складывать это в одно в один не вин 64 и тому подобное например так делать то есть у всех за за всех документов по умолчанию если это нижнее подчеркивание иди когда вы просто пишите файл монга возвращает вам целиком весь документ вот например в шестом буллете вы селектите все документы из коллекции тег но выводите в итоге проецируете из этих документов только атрибут first property а атрибут нижнее подчеркивание иди не ну явным образом указываете что его не нужно проецировать потому что нижнее подчеркивание найди если вы не указываете она всегда будет у вас финальном документе то есть праймерики всегда выводится финальный документе если вы не указываете вообще говоря вот в проекции вот в этом втором документе find это проекция но первое условие второй проекции в проекции не может быть двух атрибутов которых будет у одного 0 другого один кроме того случае если один из этих атрибутов и нижнее подчеркивание иди потому что нижнее подчеркивание иди это прям реки это особый случай остальных случаях вы можете просто указывать с помощью нуля или единицы то есть либо true или false как угодно какие поля можете какие поля вы хотите подавить выводе или наоборот только их использовать но комбинировать кроме случае нижнюю подчеркивание где вы не можете тянули к единичке в проекции ну и хин про то что вы можете посмотреть код функции если очень хотите поскольку как я сказал это все джава скриптовые функции так да несмотря на то что могу умеет генерировать да я сейчас повторюсь вы можете нижней подчеркивание то есть промерки может называть сами когда insert эти записи в монгу вы все знаете любите то что в селектор есть какие-то условия фильтрации поскольку тут в монге вы условия задаете с помощью документа то есть еще одного бессона джессона тут неудобно писать больше меньше там плюсики не знаю что угодно то есть как не очень хорошо работает поэтому есть свой своеобразный язык запросов которые заключаются в том что вы используете модификатор различные модифайры которых более чем достаточно покрывают все кейсы которым вы привыкли из революционных баз данных в частности допустим вы хотите из коллекции с тегами найти все документы где first property не равно трем вы используете соответственно модификатор у вас появляется документ документе то есть вы не того дипа и вот это все бы ну так как я сказал из коллекции селекте все документы где first property не равняется трем ну и поскольку есть раз очевидно раз есть но тыквал то есть и другие модифайера связаны с сравнением больше меньше больше равно меньше равно работают так же как вы представляете себе работают эти знаки сравнение есть модифайер ну то есть не все модифайера они типа сам него некоторые что-то делают некоторые модифайеры осуществляют некоторые деньги некоторые модифайеры осуществляют 200 в частности например инкремент инкремент это инкремент это как невидительный инкремент но он такой инкремент на любое значение то есть это плюс фактически поэтому он работает атомарно на уровне документ кстати про атомарность колледж я заговорил об этом я иногда когда буду произносить некоторые слова буду вспоминать о том что хотел рассказать некоторые особенности работы монги про про то что там есть несколько engine of давайте вот особенности атомарности конкурентности обсудим сейчас до версии 3.0 были классные такие особенности с конкурентностью монга дб бык ну понятно что читать то можно как угодно там шерлок грубо говоря когда вы записывали до определенной версии запись блокировалась там гранулярность блокировки была на уровне демона всего монга монга д то есть вы хотите записывать и это просто сервизуется через лог на весь игрубанный процесс потом у это стало гораздо лучше кавычках там по есть блокировки на уровне коллекции то есть вы блокируете всю базу да да по-моему то ли коллекции то ли базы данных ну то есть не сильно лучше стало на самом деле но продвижение есть право мне по сравнению с блокированием вообще всей базы данных вот и наконец-то после версии ну в третьих версиях появилась появление вот движка wiretiger конкурентность достигла гранулярности документа то есть теперь вы можете обновлять отдельные документы и не лочить всю коллекцию или базу данных что конечно наконец-то в третьей версии стало возможно вот до этого было ну это это да это было очень грустно ну то есть на это смотреть в принципе вот так иначе инкремент это атомарная атомарная операция которая позволяет вам прибавить в данном случае вы делаете апдейт в коллекции тегов и все документы в которые третий property равно hello 19 вы инкомментируйте ферст property на 2 при этом если до этого ферст property не было там выкинуться ошибку и еще особенности работы операции апдейта что по дефолту она апдейте только одну запись для того чтобы она обретила больше все записи как вы это привыкли надо использовать еще один аргумент мульти который надо выставить true но это там будут впоследствии примеры просто сейчас заранее предупреждаю модифайр сайт ну позволяет вам добавлять новые пара ключ значения ваши документы вы мог хотите обновить всю коллекцию добавить до новой атрибуции собственно для этого есть модифайр сет вы во всех документах десерт property равно hello 19 добавляйте for property которое равно new value все в данном случае как раз у вас если вообще не было ну кивэль и пара создается даже если ключ не существовал до этого да то есть сайт он поймёт того что устанавливает может поменять то есть это такой комбинация сета и апдейта вы можете удалять какие-то атрибуты ну любые атрибуты можете удалять из документов то есть массивы ну собственно и документов коллекции блок где title равно first block вы в массив комментариев пушите запись first comment то есть comment это коммент это просто массив строчек туда пушить эту запись массив создается если его не было до того сон это расширение сона поэтому там есть такая еще штука ну есть представление о том что там есть сеты множество множество в понятии ну в питонячем понятии множество то есть вы можете делать в частности add to set что это означает ну это это множество такие математические то есть это не мульти множество а прям вот настоящее множество и поэтому если как в седьмом буллите вы пытаетесь добавить все документы которых в тайтле написано first block в массив добавить second comment вы добавите только там где его не было если он был то вы не добавить ну поскольку это вы представляете что вы считаете что это типа множество математическое математическое множество не может быть повторяющихся элементов если это не мульти множество вот поп это опять отсылка к операции с массивом с таком операции ну вы понимаете что как работает поп сразу становится понятно вы всех документов из коллекции блок где тайтл вы из начала массива комментариев вынимаете первый элемент пул так дай бог памяти пул это ну это аналогичная операция пул аналогичной операции попа только здесь вы указываете прям вот значение которое вы хотите вынуть из массива то есть вы можете запулить какие-то значения по условию из массивов но если кто-то там написал нехорошие комментарии про не знаю про вашего друга в администратор блога вы можете комментарии прямо по значению вынуть из массива а так как json ну и вообще эти объекты документы это такие вложенные структуры данных структуры данных там есть возможность позиционироваться внутри документа ну должна быть возможность значит было неудобно как обратиться к документу внутри документа не очень понятно на данный момент было как это делается в случае если у вас документ внутри документа допустим документ документ 1 короче обращение происходит через точку чего я буду долго мучиться обращение к вложенным каким-то атрибутам и документам происходит через точку обращение к элементам массива происходит прямо через индексирование Вы можете, допустим, у вас есть документ 1, есть сложный документ 2, и еще в нем есть массив комментариев. Вы там хотите с первым комментарием что-то сделать, это будет просто индекс его. А если нет массива комментариев, он тоже создан? Нет. Но это условия выборки, так же, как если вы ищете все документы, у которых какой-то атрибут чему-то равен, он вам только выдаст те, у которых есть в принципе атрибут. Вот. Позиционный оператор, доллар, он работает до первого совпадения. Ну, то есть, очевидно, есть вот такое индексирование и обращение к атрибутам. Ну, это вот в терминах MongoDB называется dot notation. Если вы захотите погуглить, чуть подробнее почитать, то это dot notation. Позиционный оператор доллар просто до первого совпадения идет. В частности, вот в десятом буллете, вот последний пример. В коллекции embedded document вы обдейтите все документы, у которых в массиве комментариев, в частности, так, сейчас я соберу, как правильно это сказать-то по-русски. Для первого документа, у которого в массиве комментариев количество голосов равно трем, вы обдейтите автора на вот этого. Да, для первого, у которого есть автор среди этих комментариев, вы его обдейтите на Амита Кумара. Вот. Так. Модификаторы, которые позволяют вам, ну, искать что-то внутри, в частности, внутри документов, то есть, ну, работать, опять же, с массивами. Это очевидный модификатор in. В одиннадцатом буллете вы вводите все документы из коллекции blog, у которых в массиве комментариев есть что-нибудь типа fifth comment или first comment. В двенадцатом буллете показывает то, что помимо того, что вы, когда перечисляете условия в документе, который условия, собственно, реализует, они через запятую там перечисляются, называется как end. Поэтому здесь есть еще и or, если вы хотите использовать условия или. Ну, несмотря на то, что есть условия, перечисленные через запятую в первом документе, в find они соединяются по end, вы можете использовать и модификатор end. Он тоже существует. All, тринадцатый буллет, возвращает из коллекции блога все документы, у которых в массиве комментариев есть и fifth comment и first comment. Вот, нюанс про апдейты, как я уже сказал, там есть некоторая особенность. Дело в том, что если вы вызываете апдейт, то он по умолчанию обновляет только один документ. Для того, чтобы обновить все документы в коллекции по какому-то условию, которые вы задали, надо написать, ну, либо в конце написать запятая true, либо, ну, и следующий аргумент, на самом деле, трудно указать, либо вы передаете второй документ, где пишете мульти двоеточие true. Тогда у вас обновятся все документы в коллекции, как в последнем примере на этом слайде. Ну, до этого примера рассказывают о том, два примера рассказывают о существовании такой штуки, как Absurd. Вы можете… Ну, Absurd — это апдейт или insert. То есть, если документ нет, то вы его вставляете, если он есть, то обновляете, согласно тем атрибутам, которые вы задали. Итак, мы закончили с первой моей вводной частью. Наконец-то начинаются части, которые посвящены уже творчеству других классических авторов. Так. Мы пойдем в таком формате достаточно свободно. Мы начнем с дизайна. Ну, мы посмотрели, как вообще общаться. Ну, такой, не знаю, гайд для девелопера, скорее всего. О том, как общаться с Монгой. Ну, какие-то примитивные операции. Осталось, ну, следующий по плану — посмотреть, как вообще проектировать что-то в терминах MongoDB. Ну, вот у вас есть какие-то данные, вы хотите что-то с ними делать. Как их представлять, как реализовать все эти связи, которые существуют у реальных, ну, у реальных объектов существуют. Типа связи один к многим, многие к многим, один к одному и так далее. Как это реализуется в терминах коллекции документов MongoDB. Допустим, ну, в чем сложность? Сложность связана с тем, что, как я сказал, на прошлой лекции говорил, что в нереационных базах данных часто реализуется такое понятие, как агрегаты. То есть, они агрегатно ориентированы, в отличие от нереационных баз данных, где у вас есть нормализация. Вы нормализуете до тех пор, нормализуете схему до тех пор, пока не становится слишком больно. Вот. В нереационных базах данных часто с Монгой ДВ у вас какие-то вот агрегаты, часто с агрегатами являются документы. Вы можете по-разному одну и ту же бизнес-задачу по-разному представить в виде какого-то набора объектов, вложенных друг в друга. В частности, документов вложенных друг в друга. Будем мы это рассматривать на примере приложения для библиотеки, ну, да, такое вот, тут есть Patterns, Patterns — это читатели, книги — это, books — это книги, авторс — это авторы, паблишер — это, соответственно, издатели. Я иногда буду миксовать английское и русское произношение, вы уж не без сути. Будем смотреть, как классические связи, которые вы моделировали в реализационной модели, как они перекладываются на термин документно-ориентированной базы данных. Ну, на данном вот конкретном примере хотелось бы знать, вот у вас есть какой-то юз-кейс, у вас есть, у вас есть описанный бизнес-кейс, задача, у вас есть стартап, где вы вдруг решили использовать MongoDB, хотелось бы понять, как стоит проектировать это с учетом тех требований, которые вы создали. Потому что, ну, этапы проектирования базы данных, ну, не сильно отличаются. Точно так же собираете требования, представляете какую-то там логическую схему, прям физическую и так далее. Самое простое, ну, есть тут два варианта, вы можете создать отдельную коллекцию с читателями, нет, начнем по-другому. Как я говорил уже, ну, еще раз стоит повторить, за счет вот этого агрегатной ориентированности у вас есть несколько возможностей представлять документы MongoDB и по-разному проектировать свое хранилище данных. Вы можете идти по классической схеме, как вы привыкли, с нормализацией, то есть разделять на, вот, считать, что коллекция этой таблицы и разделять вот все по разным коллекциям, потом каким-то образом соединять эти данные. Но дело в том, что в MongoDB, ну, опять же, за счет ее распределенной структуры, отчасти за счет этого, скажем так, нет джойнов, ну, то есть явных джойнов, вы не можете сказать, вот эту коллекцию джойни на эту коллекцию по такому-то полю. Вы сами делаете запрос из этой коллекции, из этой, и сами в коде аппликейшн начинаете все это джойнить. Поэтому есть другие варианты. Например, вы знаете, ну, отношение, вот, читать или адрес. В классической нормализованной версии вы, возможно, нормализуете это до упора и разделитесь на две разные таблички. Ну, мало ли, вдруг два читателя по одному адресу живут. Зачем дублировать эту информацию? Это было бы излишне. Вот. И слева представлен вот этот вариант. Но на самом деле вы знаете, и это же опять относится к поинту про то, что проектирование в данном случае зависит не от какой-то вот фанатства от нормальных форм, а именно от бизнес-кейса, юз-кейса, который у вас используется. Вы знаете, что у вас есть ваши приложеньки, страничка читателей, и вы всегда показываете адрес. Никогда не бывает так, что просто где-то есть страничка сами читателей. Вам вот нет необходимости этого делать, или это бывает очень редко необходимости. Всегда вот это нераздельные сущности, чаще всего они показываются, ну, в 95% случаев вместе. Тогда вы просто имбедите, ну, то есть внедряете имбеддинг, имбедите эту запись, ну, эту информацию внутри документы про читателя, и у него есть адрес. Возможно, у каких-то пользователей совпадает, у читателей совпадает адрес, он будет дублироваться. Ну, что же поделать. Зато у вас за один запрос, вы, за один запрос в базе данных, вы можете целиком отрендерить страничку с информацией о пользователе. Или вам не нужно, ну, ну, так вы тоже смогли, вам не нужно делать join, а то есть меньше, все равно меньше приседаний каких-то делать для того, чтобы показать те же самые данные о пользователе. То есть это в некотором смысле эквивалент денормализации, которую вы, возможно, успели воспользоваться, ну, или, по крайней мере, знаете из реализационных баз данных. Чаще всего, ну, то есть, чаще всего вы, скорее всего, захотите вот в one-to-one отношениях один к одному внедрять одну сущность на другую. Чем это может быть ограничено ваше желание? Ваше желание может быть ограничено размером документа, опять, 16 мегабайт, вы дальше пойти не можете. И количеством уровней вложенности. Дело в том, что у вас не может быть в документе больше, там, тысячи, если не ошибаюсь, или типа того уровня вложенности документа, внутри документа. Ну, то есть, насколько вы сон внутри сна готовы толерировать, вот больше тысячи не получится. Ну, более интересный вариант, связанный с one-to-many отношениями. Ну, например, в случае, если возвращаться к читателям, если вдруг каким-то образом у читателей бывает несколько адресов, вы можете вот в качестве массива адресов хранить, но это не совсем реалистичный пример. Более реалистично — это паблишеры и, ну, издатели, паблишеры и книги. Понятное дело, что издатель издает множество книг, у книги может быть только один издатель. Ну, вот, например, книжка про Монгодб. Ну, самый простой вариант, ну, первый вариант, который приходит в голову, вы внутри книги внедряете издателя. Например, у вас в вашем библиотечном приложении юзкейс таков, что вы, ну, нет отдельной странички по издателю, нельзя по издателю ничего поискать, и вы всегда просто… У вас есть набор книг, набор книг, и у книги так получилось в жизни, что есть издатели. Ну, вам, в принципе, все равно, что у этого издателя есть множество книг, и вам не нужно показывать отдельно, и вы решили, возможно, в рамках вот какого-то внутреннего обсуждения, что пользователи не ищут книги по издателям, они ищут, ну, не знаю, по авторам в основном, или просто смотрят книги, которые есть, и им все равно, что они могут у одного издателя сдаваться. Ну, то есть вы, наверное, сами в жизни редко искали книги по издателю, вы, скорее всего, ищете по автору, вас это больше будет интересовать. Поэтому одно из решений, которое в данном случае можно внедрить, это вот эту связь, опять же, избавиться от нее в некотором смысле, это заимбедить информацию о паблишере прямо внутрь книги, напихнуть целиком, и у вас не будет отдельной коллекции про паблишеров. Но, конечно же, вы можете их разделить. Опять же, это связано с разделить книги паблишеров, ну, как разделить, то есть у вас останется все равно, ну, у вас две коллекции, но вы сделаете в некотором смысле фронки, то есть внешние ключи, но это фронки, которые вы только знаете, что это фронки. И в MongoDB нет такого понятия внешних ключей, вы сами должны соблюдать интегральность и консистентность вот этих ключей, что они, что есть такие записи в этих коллекциях, вы сами должны проверять и надеяться на то, что это так, потому что MongoDB за вас делать не будет. Например, вы можете вот так с помощью фронки реализовать эту связь. Ну, то есть для паблишеров задать праймерики нижнее подчеркиваю на ID с помощью вот имени, ну, какого-то вот праймерики этого паблишера и, соответственно, в книгах ссылаться таким образом на праймерики в коллекции с издателями. Либо, если вы знаете, что у вас издатель... Ну, это маловероятный юзкейс, но если вы знаете, что по каким-то причинам вы живете в усиленной, где издатели издают немного книг, вы можете перечислять все книги издателя в коллекции с паблишерами. От чего это зависит? Это зависит, опять же, от порядков роста. Ну, и, опять же, ограничение все то же самое, о котором я уже говорил, это размер документов в MongoDB, количество уровней вложенности. Если вы знаете, что у вас для отношения один ко многим, если вы знаете, что у вас вот это... Многие, они могут бесконечно расти, но, в частности, издатель может, в принципе, издать бесконечное количество книг, то, возможно, внедрять в издателя все идишники его книг нерационально, потому что вы достигнете предела размера документа. В случае, если у вас есть какой-то ограниченный рост, вы можете делать так. Пример как раз, когда это имеет смысл, то есть, когда у вас есть какой-то ограниченный рост со стороны многие в этом отношении, это читатели и книги. Читатель может взять какое-то количество книг, почитать больше, чем одну, но редкий читатель возьмет больше, чем 42 книги. Очевидным образом. Поэтому в данном случае вы можете читателей... Читателей прямо сделать массив с книжками, которые он взял, и это будет, например... Вы можете прям целиком внедрить информацию о книге, если захотите. Но это, наверное, будет излишний. И, наверное, более оптимальный вариант, вы делаете массив внешних ключей на книге. Ну и время, когда читатель эту книжку взял почитать. Ну, если очень хочется, то можно внедрить целиком информацию о книге. Если, опять же, у вас такой use case, и все ваше приложение построено вокруг читателей, вы знаете, что отдельные книги кто-то редко смотрит, смотрит целиком... Вот читатель заходит на страничку и смотрит книги, которые он брал. Всегда это будет. Это частное основное нагруженное приложение, основное нагруженная часть по какой-то причине. Так это работает. Поэтому вы можете целиком туда запихнуть эту информацию. Сопроводительную. В некотором смысле вот этот вот имбейдинг, который я говорил, в отличие от... Ну, то есть две стратегии. Одна называется имбейдинг, другая — референсинг. Ну, поскольку тут нет внешних ключей и джойнов, то есть своя какая-то терминология. Имбейдинг — это... Имбейдинг в некотором смысле — это такие предварительные джойны. Ну, то есть джойны, которые вы сделали заранее, на этапе проектирования вы сджойнили данные. Ну, ссылки, ну, в частности, в случае, если вы имбейдите данные, вы, ну, как-то рассчитывали на то, что у вас не будет такого бесконечного роста, в случае со ссылками вы получаете, ну, большую гибкость, потому что потом вы можете что-то там доделать, переделать. Это будет не так больно, как в случае с имбейдингом. Но вы теряете поинт в том, чтобы вот... Поинт вот этой нереализационности базы данных, отсутствия схемы и тому подобное. Если вы опять начинаете расставлять фурунки, проверять, что вы правильно их поставили, потом делать несколько запросов для того, что из разных коллекций что-то получить, потом на стороне приложения джойнить, получается, вы реализуете функционал ререализационной базы данных только на стороне приложения. Сами переизобретайте, короче, какой-то велосипед. Возможно, это не то, что вы хотите. Возможно, вы делаете что-то не так, если вам часто приходится это делать. Так. Более интересный вариант. Ну, последний из того, что есть. Самое сложное. Ну, то есть как вы в реализационной базе данных обычно реализуете money-to-many отношения? Это какая-то промежуточная таблица. В базах данных документных, в частности, в МОНГДБ, у вас есть варианты. Как неудивительно. Так. Допустим, у нас есть книги и авторы. Очевидно, что книга может быть написана несколькими авторами, автор может написать, ну, в принципе, сколько захочет книг. Как выходить из этой ситуации? Ну, тут, в принципе, все то же самое, что комбинация способов, которые мы видели до этого. Вы можете либо, как вот в варианте здесь, вы можете в книге внедрить массив авторов, то есть это фактически, ну, как чаще всего рендерится страничка с книгой. Там будет просто имена авторов, там не нужна какой-то дополнительной информации, поэтому достаточно foreign key на автора, из которого можно быстро ссылку потом получить и в хреф ее прописать, и, собственно, имя автора, которое будет в хрефе в теге написано. Ну, и в авторах просто указатель на, ну, просто есть вот этот primary key. Либо вы можете еще в авторах, либо вы можете в авторах запихать эти книги, если вы знаете, что это будет в основном приложение, ваше приложение в основном будет показывать автор, там поиск, заточен на поиск по авторам, и там будет список его книг. Ну, возможно, там еще будет какая-то картинка и тому подобное. Или просто ссылки на книги этого автора. Если вы очень хотите, то вы можете, помимо всего прочего, моделировать в MongoDB деревья и очереди. Ну, с очередями вообще, ну, сразу стоит отсоветовать, потому что делать очереди внутри какой-то базы данных, пусть и в MongoDB, у них хорошая идея, чаще всего хорошая идея использовать специальный софт, который предназначен для того, чтобы, ну, который, собственно, и представляет свои, какие-нибудь сервера очередей и тому подобное. Ну, в некоторых случаях это может быть оверкилом, понятное дело, потому что если вам нужна очередь, которая там, не знаю, раз в час кто-то что-то запрашивает, наверное, излишне тащить какую-то новую зависимость, какой-нибудь RabbitMQ, спасибо боже, или еще что-нибудь такое, наверное, было бы излишне. Но, если захотеть, то можно, конечно, попробовать. Ну, и деревья вы можете делать. При этом, собственно, вы используете те же самые техники, то, что мы обсуждали. Допустим, вы можете деревья реализовывать с помощью указателя на родителей или указателя на всех детей. В зависимости от того, что вам больше нужно. Но это уже именно, это, наверное, не совсем относится к проектированию относительно MongoDB, это вообще проектирование таких сложных, связанных с структур данных внутри баз данных. Ну, это, в некотором смысле, это, конечно же, в рамках MongoDB, это удобнее, чем реализационный баз данных делать, где возникают все же некоторые проблемы. так, ну, как я сказал, вы можете сделать очереди за счет того, что в MongoDB есть find and modify, который вообще говорит о операции атомарной, ну, как инкремент, это атомарная операция. Можете поэтому сделать очередь поверх MongoDB, но, наверное, это не самая лучшая идея, и лучше использовать специализированные решения для того, чтобы общаться с очередями. Так, давайте попробуем обсудить следующую часть, которая связана с индексами. Вот, мы обсудили, ну, основной introduction, MongoDB, где он применяется, зачем нужен, ну, как его можно применять, как начать его использовать и, собственно, как моделировать какие-то данные в нем. Естественно, база данных была, что за база данных без индекса? И, безусловно, они есть и в MongoDB. Индексы, ну, те самые индексы, что вы любите больше всего, то есть, структура данных все та же самая, бы дерево, ничего с тех пор не изменилось. Надеюсь, что вы в ходе наших семинаров запомнили, что бы дерево это не бинарное дерево. Я, на всякий случай, повторю, вдруг кто-то это. Никому, по крайней мере, не говорите, что бы дерево это бинарное дерево. Вот. Ну, рассказывать, что такое индексы, я не буду еще раз, поскольку у вас должно быть больше, чем у меня знаний про это на данный момент. Важно, что в MongoDB индексы есть, их можно использовать, но, собственно, это основная проблема, почему ваше приложение может работать медленно, то, что у вас нет индексов. Я не знаю, как в третьей версии, честно говоря, но во второй версии у вас в MongoDB даже find, ну, простая операция find, она не возвращала вам все значения или вообще не возвращала ничего, если по этому условию находилось слишком много документов и индекса не было, то есть она вообще просто ничего не делала. Ну, точнее, задумывалась и говорила, у вас нет индекса, делайте индекс, иначе ничего не верну. вот, ну, такое, села документов-заложники для построения индекса. Вот. Индексы есть разных вкусов и видов, есть обычные B-деревья, есть геопространственные индексы, есть TTL-индексы, есть, ну, и у них есть виды обычных B-деревьях, деревянных индексов, есть виды одинарные, составные, уникальные, разряженные, вот, уникальные, разряженные. Ну, это аналог не уникальный. Соответственно, чтобы задать индекс по какому-то полю, вы вызываете функцию ensureIndex, указываете атрибут, по которому хотите задать индекс и сортировку внутри этого индекса, то есть как сортировать это поле, ну, 1-1, опять же, ascending, descending. ассортировка. Как я сказал, индекс может быть составным, Compound Indexes по нескольким атрибутам сразу, ну, естественно, вы можете индексировать и с учетом dot notation, то есть вы можете, не обязательно по какому-то первому атрибуту, можете через точку указать какой-то вложенный, а проиндексировать какое-то вложенное поле вложенного документа. также вы можете индексировать массивы, это тоже, тоже никто не запрещает. вы можете смотреть, какие индексы у вас есть, в некоторых, ну, в некоторых приложениях, да, вот зачем это нужно, какая есть полезная плюшка, ну, при создании индекса, когда вы их запускаете, вы можете создавать их в бэкграунде, у вас есть возможность делать индексы в бэкграунде, то есть MongoDB будет, по дефолту они делаются в форграунде, то есть, ну, в таком блокирующем режиме, вы можете опционально сделать их в бэке, и MongoDB так порционно, гораздо дольше, естественно, чем если она в форграунде это делала, будет обновлять запись, ну, гораздо дольше, в зависимости от того, как используется ваша коллекция, которую вы обновляете, с какой частотой, до версии 3 какой-то там, 3.2 что ли, у вас в бэкграунде могли только на основном узле только обновляться документы, ну, в смысле, строится индекс, а на секондаре узлах, на слейвах все равно бы строился это форграунде, после версии 3.2, если не ошибаюсь, у вас везде можно это делать в бэкграунде, в документации, как ни удивительно, есть предупреждение о том, что если вы делаете иншуэр индекс в вашем приложении, то это может занять очень много времени, и вам нужно проверять get-индексы, в некоторых случаях, ну, если у вас индекс есть, иншуэр индекс ничего не делает, очевидно, некоторые разработчики по какой-то причине прямо в код приложения оставляют иншуэр индекс перед запуском, и он может, поскольку это блокирующая операция, может надолго зависать, поэтому сначала надо, если вы по какой-то загадочной причине в код приложения зашили построение индексов, то сначала надо с помощью get-индекса проверить, что у вас, какие индексы есть, и строить, застраивать, если их нету, перестраивать точнее. Также вы можете реиндексировать какие-то поля. так, это все, что, наверное, нужно по созданию индексов. На, нет, конечно, не все. Как я сказал, индексы могут быть, помимо всего прочего, ну, одинарные со стороны и могут быть уникальны, уникальны. У вас есть, ну, если вы делаете уникальный индекс, то рассчитывание, рассчитывание на то, что все значения у этого атрибута будут уникальными. В принципе, если это в процессе построения, если будет не так, MongoDB рогнется и приостановит построение индекса. Вы можете использовать опциональный аргумент drop-dubs, который, если будет находить дубликаты, он будет удалять документы с дубликатами. Эта функция, ну, вот эта вот возможность, она непонятно зачем есть, она очень страшная, и это, наверное, никогда то, что вы хотите. Что-то, что-то каким-то образом без вашего ведома удалять из вашей базы данных. В 99% случаев вы не хотите этого делать и хотите внимательно как-то походить к тому делу. Но если это как-то так на коленке поиграться, то можно в true выставлять и эту функцию. Да. А если мы захотим, например, без пол поставить, то есть, у нас просто не вызовутся метод, верно? Если у нас есть похожие индексы, но у нас стоит уник. это означает то, что значения не могут повторяться. Ну, это как уникальный индекс в пустгре. Вы пишете unique not null. Если там есть неуникальное значение, то индекс не построится. Здесь то же самое. Но вы можете написать drop dubs, и документы с повторяющимися магическим образом удаляться. Ну, если мы же у нас же в это время могут быть уже документы находиться сколько? Верно? Уже документы находятся? Давайте мы я сейчас продолжу, а вы сформулируете вопрос поточнее и подойдете на перерыве и спросите, потому что сейчас не очень понятно, а времени уже занимает какое-то. Вот. Но мы разберемся на перерыве с этим. Вот. Ensure Index вы можете делать уникальные индексы, вы можете дропать дубликаты, но это не то, что вам нужно. Вы можете делать sparse индексы. При этом вы можете делать разряженные уникальные индексы. Sparse индексы это значит то, что вы можете проиндексировать, ну, в частности, вы не можете построить индекс по полю, который есть не во всех документах, ну, по умолчанию. Если индекс sparse, то вы можете построить его по полю по полю, который есть не во всех документах, при этом там, где его нет, как бы будет представляться, что там null записан. Вот. Вы можете сделать уникальные sparse индексы, при этом, ну, то есть в расчете на то, то есть в расчете на то, все документы во всех документах, где есть вот это значение, которое вы спарсом индексируете, оно везде уникально. С расчетом на это вы будете делать. Опять же, полезное, как я уже говорил, ну, такое в моем мире, по крайней мере, полезное для стартапа функция geospatial индексов, вы можете индексировать какие-то пространственные координаты, ну, чаще всего, скорее, это будет 2D, по-моему, там есть поддержка 3D, но, наверное, вам нужно на карте показывать какие-то меточки о том, что там, ваш приятель закинялся там-то, или столько-то вокруг классных смузишных. Вот. вы можете, соответственно, задавать пространство индекс с помощью, ну, по какому-то атрибуту с помощью функции 2D, и потом делать классный, у вас появляется возможность использовать классный модификатор типа near. Вы можете найти все, по вот этому индексу найти, ну, в частности, вот последний пример из коллекции с локациями, найти все документы, где атрибут лок, очевидно, локейшн, который там широта и долгота находится близко к точке, которую вы указали. Ну, там по умолчанию стоит какое-то, там, очевидно, чертится окружность, и в рамках окружности ищется, но есть какое-то умолчание значение радиуса этой окружности. А свое можно выстрелить? Да, конечно. Было бы жестоко лишать вас такой возможности. Вот. Есть еще, TTL коллекции, TTL индексы. если у вас какие-то, допустим, у вас приложенька, где вы можете оставлять, ну, типа, pastbin такой, вы можете копировать какие-то данные и указывать, сколько они будут храниться. собственно, вы можете, или, наоборот, не указывать, вы pastbin, который может быть все данные, храниться только один день. Вы оставляете какой-то там, любой, любой, любой какой-то ограниченный разумно текст, и он сохранится в базе данных, и можете давать ссылки его кому-то в интернетах на его использование, он хранится один день. вы можете делать, делать такую коллекцию с этими, со всеми вставленными документами, и там будет поле таймстэмпом, когда, момент, собственно, появления его в базе данных, и можешь сделать по нему тот или индекс, который с экспайром в день, и, соответственно, через день он будет эти документы сам удалять. Ну, то есть, возможность так экспайрировать записи в вашей базе данных. можно сделать такой малоуправляемый, малоуправляемых кэш. Так. Есть связанные с индексом ограничений. Ну, MongoDB это вообще, в принципе, в основном минное поле со всякими ограничениями. То-то нельзя, ну, там вообще часто, ну, часто, когда у вас какие-то возникают, наверное, проблемы с нагруженным каким-то более-менее приложением, которое кто-то пользуется, у вас вы начинаете наталкиваться на какие-то корневые кейсы, которые в MongoDB существуют. Потому что, если у вас, конечно, просто блок «Я и моя кошка», то там все работает хорошо. Ну, потому что оно могло бы и не на MongoDB работать хорошо. Могли просто в файлики писать значения, и все. Файловая система тоже хорошо работает. У вас не может быть больше 64 индексов, но, если у вас вы хотите создать коллекцию больше 64 индексов, наверное, что-то в вашей жизни пошло не так. Где-то свернули не сюда просто по пути. Вот. Ну, потому что у индексов есть те же самые недостатки в MongoDB, что и везде, в других местах. Они занимают память, их надо поддерживать, инсерты замедляются за счет того, что у нас бы дерево перестраивать. В общем, грусть и печаль. ключи в индексах имеют ограничение по размерам, потому что, потому. Имя индекса тоже ограничено, потому что вот так вышло. Запросы могут использовать только один индекс. То есть, у вас есть запрос, где нужно, в условии написано, что а, не знаю, а больше одного, b меньше трех, и у вас есть индексы по а и по б, вы можете использовать только один индекс из двух, точнее, не вы, а MongoDB будет использовать только один индекс. Не будет в другие заглядывать, мерджить индексы, ничего такого не будет происходить. Какой именно индекс можно использовать? Это следующий вопрос, к которому мы сейчас идем, хороший вопрос. Та-та-та. Ну да, как я и говорил, что in-memory сорт без индексов, то есть, то, что я говорил, то, что, если вы хотите find'ом вернуть какой-то отсортированный набор документов, то, если он превышает размер, в частности, 32 мегабайта, то без индекса он вам просто скажет, что не будет делать, не будет сортировать. Ну, то есть, сорян. Помимо всего прочего, ну, то есть, вы построили индексы, ну, в чем point построения индексов? в том, чтобы ускорить какие-то ваши запросы, ускорить вашу базу данных, ускорить ваше приложение, которое эта база данных пользуется. Больше никаких причин, собственно, для появления индекса не существует. Зачем вы можете захотеть ускорять свое приложение, если оно работает медленно, как вы это поняли, вы что-то профилировали, ну, или просто пользователи пришли и сказали, что все очень медленно. Вот. Есть профилятор какой-то, который даже, наверное, можно пользоваться, хотя, скажем так, я не пользовался, наверное, люди пользуются. Вот. Он вам будет выдавать информацию о том, как этот запрос выглядит. Но чаще всего, наверное, вы хотите пользоваться explain. Вот здесь приведен, за что я прошу прощения, наверное, все же старый формат explain. Он с тех пор, ну, после версии 3.0 он все же изменился. Ну, или не 3.0, а 3.2. Все время путаю. Вот. Изменился формат explain, но он стал более понятно, потому что, что такое nscan objects от nscan, отличить, наверное, ну, не столь очевидно. Там стало это более понятнее. В частности, nscan objects тоже это количество ключей, которые он просканировал, nscan, это количество объектов в терминах каких-то внутренних просканированных, терминов документов, если не ошибаюсь. в терминах документов сколько просканировано. Это может быть ни одно и то же значение. Курсор, неважно, количество миллисекунд, которое занимает запрос. Еще в explainе будет написано winning plan, так называемый. Вот. Это относится как раз к вопросу, который задали, какой индекс выбирает базу данных. Этот вопрос связан с оптимизатором запросов. как и в любой базе данных практически такой достаточно крупный с навесистыми фичами. В MongoDB есть оптимизатор запросов. Оптимизатор запросов, когда поступает какой-то запрос, выбирает, ну, опять же, особенно если у него несколько есть индексов, которые могут быть использованы для этого запроса, он составляет несколько кюри-пленов, то есть планов выполнения запроса, измеряет с помощью своих внутренних магических метров, который из них будет лучше из этих кюри-планов и кэширует его. И в последующем использует для похожих запросов или для этих самых запросов с другими значениями или для этого же самого этот закэшированный кюри-плен. И каждый раз, когда используется этот запрос, он еще делает репленинг, по-моему, так называется, перепланирует запрос, то есть он проверяет до сих пор ли этот запрос оптимальный относительно других кюри-планов, которые у него есть. Как он все это успевает делать, я, к сожалению, рассказать не могу, потому что так глубоко не копал. Но вот есть кюри-оптимайзер, он умеет что-то оптимизировать, вы можете ему подсказывать, если вам не нравится, то, какой он вининг-плэн выбрал в итоге. Но у вас вот этот вининг-плэн, который будет включать, индекс, который был заюзан, будет отображен в эксплейне. Вы можете, как я сказал, грубо говоря, заставить оптимизатор использовать тот запрос, тот индекс, который вы хотите, это делается, ну, через команду hint. Вы можете сказать, использовать, или вообще не использовать индексы, если вы передадите модификатор natural. Поинт этого слайда в том, что вы можете использовать индексы для того, чтобы потом не сортировать данные, но это вы должны, я думаю, знать и так. Собственно, то же самое, что работали в деревянных индексах в пангрессе, работает и здесь. Точно так же, как и в релизионных базах данных, есть понятие покрывающих запросов. Если вы можете целиком обслужить запрос из индекса, наверное, это хорошо. Не факт, что это будет настолько, не факт, что покрывающие индексы будут настолько полезны в Монге, как, например, в каком-нибудь москвейном NDB, где там есть кластерные индексы, для того, чтобы избежать вторичного просмотра по ключу и дополнительного уровня индирекции, вы можете использовать покрывающие запросы, которые сделают жизнь лучше и мир ярче. здесь, возможно, будет не так полезно, но такой термин здесь тоже применяется. Вы, скорее всего, не хотите делать множество индекса, потому что у вас будут перформансы проблемы с этим. Если у вас много индексов, все надо поддерживать, несмотря на то, что запросы будет использоваться только один индекс и так далее и тому подобное, поэтому создавать много индексов, но больше 64 вы не сделаете, но 64 говорят о том, что где-то что-то пошло не так. По-прежнему делать индексы, которые обладают низкой селективностью, наверное, плохая идея. Если у вас есть поле, у которого есть только два значения типа статуса или гендера, если мы находимся в Российской Федерации, то тоже, наверное, это малоселективный индекс. С регулярными, ну, вообще индексы по регулярным. Индексы плохо работают, не дружат с регулярными выражениями особенно. с отрицаниями, естественно, потому что индекс строится не по отрицанию. Ну и все, то же самое. Ну и для составных индексов вы можете использовать только левый префикс по-прежнему, поскольку это все еще будет дерево. Оно не стало работать по-другому, несмотря на то, что это другая база данных. Вот. Мы только что поговорили про... Ну, если суммировать то, что мы обсудили, мы обсудили общие особенности, связанные с MongoDB, как начать, как бы, джамп старт такое сделать, посмотрели на то, как общие какие-то особенности про моделирование, как моделировать эти связи, к которым привыкли, как построить индексы. И теперь, как и обещал, Бойко, это более архитектурная часть, которая обсуждает плюшки, которые есть, которые были заявлены в самом начале. это шардирование, репликация и вот эти все, то, что я сказал, автоматически идет из коробки. Но, прежде чем начать, пока я не забыл, не пару слов, а еще пару слов о движках, которые есть. Как я уже сказал, после версии 3.0 они разделились, появился BireTagger, это купленный стартап, и движок MAP-V1. Это старая реализация. Как я уже сказал, MAP-V1, то есть, до версии 3.0 просто, грубо говоря, как эта база данных, как инженерное решение, она просто над тем, что вы храните, делала Linux-овый колл MAP, все это псевдо-загружалось в память, насколько хватает места. То есть, использовала всю оперативную память, ну, если у вас есть только данных, всю оперативную память системы, и загружалась, ну, и по необходимости подгружалась в нее. по мере использования. При этом, сама MANG-GDB, вот, в этом версии движка, она памятью не управляет, и управляет операционная система. Если что-то на сервере запускается, что требует памяти, то есть, эта память, которая взаимаплена, она как бы как кэш для операционной системы. И если что-то запускается на WC, что-то, что требует памяти операционной, оно, ну, поскольку это, как бы, кэш, она может, операционная система может забирать у мангоского процесса, давать другим. И люди, ну, многие натыкались на этот нюанс использования, поскольку не знали, как внутри это работает, не знали, что там через мапу все устроено. и так кажется, что если запускать на сервере с базы данных, особенно если селить MongoDB еще с приложенькой, и там что-то требующее памяти запускается, то вдруг начинает тупить сама база данных. Ну, поскольку у базы данных отбирается место операционной системы, место оперативной памяти, данные начинают переходить с лоб на диск, читать с диска медленно, ну, короче, все это замедляется исключительно из-за того, что это очень странное, если не сказать меньше архитектурное решение. И, собственно, MongoDB до версии 3.0 было вообще набором таких странных архитектурных решений. Вот это мап, который надо аккуратно на него дышать, потому что MongoDB сама память ничем не управляет, просто и мап. Кинем мап в это, и это будет работать, а потом продавай. Вот. Очень хорошо получилось продавать это. Вот. Использование мап, гранулярность блокировок на уровне коллекции или вообще всего демона. Вот такие вот штуки, особенности. Мы сейчас вот после этих, после этой презентации практически сразу всудим особенности с потерями данных, которые могли быть и могут быть сейчас, в принципе, хотя они уже там много чего пофиксили. До версии 3.0 это было вообще достаточно очень странная вещь, что она получила такой вот апрайс и все этим пользовались, ну, хайп, скажем так, все этим пользовались, ну, и пользоваться до сих пор было достаточно странно с инженерной точки зрения. После покупки Wiretiger стало, ну, чуть получше, то есть, тут и гранулярность блокировок стала, типа, на уровне документов и данные стали меньше терять, ну, или не терять данные, и уже как-то более какие-то инженерные решения стали, инженерные решения стали более инженерными, то есть, когда купили другую компанию, которая этим давно занималась, вот. В частности, в чем особенность Wiretiger, как я уже сказал, что вот в версии один движок использует активный мап, вы можете подробнее почитать, если вы до этого не пользуетесь, подробнее почитать в интернетах. Вам обязательно нужно знать, как это работает и мап, что он вообще существует, это, иначе, как-то нехорошо даже, нескромно получится, неловко на собеседовании. Вот. Есть второй вариант, это Wiretiger, ну, не знаю, купили за технологию или за классное название такого, как назовешь, так поедет, но так или иначе, Wiretiger использует, ну, для движка, для своего, там, структура данных немножко другая, в частности, они используют так называемые LSM-деревья. Это сейчас такая, ну, она не то, чтобы какая-то новая структура данных, опять же, все самое хорошее изобрели уже давно, в 20 веке, но, как бы, сейчас начали более активно использовать для баз данных, в частности, для такого рода баз данных, в Тарантуле 1.8, там появился движок винил, и до этого там София в 1.7, по-моему, была какие-то зачатки, которые тоже активно используют LSM-деревья. LSM-деревья, это, ну, так, чтобы кратко сказать, в чем особенности killer feature и почему это хорошо, это такая, вот есть log, log вы можете записывать в конец, ну, аппендить в конец лога, ну, просто файлика, это очень быстро работает на вставку, но очень медленно на чтение, чтобы найти что-то в логе, вам нужно просканировать весь лог, какую-то запись найти, зато вставлять очень быстро, потому что дописывать в конец файла очень быстро, а есть B-деревья, в них, как бы, искать быстрее, но запись все еще не очень, ну, запись, запись уже страдает, в отличие от того же log-файла, вот, в некотором смысле, грубо говоря, LSM-деревья, это вот некоторая структура данных, которая находится посередине между log-файлом и B-деревьями, вот, в ней читать и писать в нее, в принципе, быстро, но зависит от того, учитывая то, что там в LSM-деревьях в бэкграунде происходит процедура слияния, там, под структуру данных и тому подобного, не всегда все находится в памяти, естественно, в зависимости от датасета, это может иногда работать не так быстро, как вы хотите, но в целом амортизированно это работает хорошо, вот, я рекомендую отдельно взять, ну, LSM-деревья, ну, такая сейчас популярная такая, на себе структура данных, она интересная, и я рекомендую взять и почитать про нее, потому что про B-деревья вы знаете, про то, как работают логи вы знаете, ну, лог-файл записывания в конец вы знаете, а по LSM-деревью тоже положено знать, вот, это нюанс, связанный с движками, возвращаясь к теме про фишечки и свистелки в MongoDB, в частности, масштабируемость, ну, как продавать стартапам какие-то решения, надо говорить о том, что вы можете просто нажать кнопку и оно работает, в частности, ну, автоматическое шардирование и удобная стройка репликации, зачем вообще нужно, вам нужно шардирование, у вас есть, ну, две основные причины, по которым может пригодиться, у вас данные перестали помещаться физически на одну тачку, ну, много пользователей стало, много чего угодно, что в одной коллекции, ну, просто не помещается физически никуда, ну, в память, в частности, вас это интересует, в случае MongoDB, вас не помещается все это в память, в более чем вероятной ситуации, хотя, конечно, ну, как вы знаете, наверное, уже, ну, или, надеюсь, знаете, что и два подхода к масштабированию, горизонтальная и три подхода, горизонтальная, вертикальная и диагональная, можно такое еще придумать, вертикальная, это когда вы покупаете тачку помощнее, собственно, вот эта проблема, то, что не хватает оперативки на серваке, она решается тем, что вы можете купить сервак, которым будет овер дофига оперативной памяти, там, чуть ли не терабайт, наверное, да, наверное, по-моему, можно терабайт туда запихнуть, вот, но это будет дорого, а можете горизонтально масштабироваться, можете просто кинуть в эту проблему кучу дешевого железа и потом как-то на уровне приложения разруливать то, что у вас часть данных лежит тут, часть тут, и как-то все это взаимосвязано с этим работать, делать вид, как будто все лежит на одном большом большом сервере, вот, собственно, делать вид, что на одном большом-большом сервере про это шардирование, у вас либо все не помещается в память, либо второй нюанс, у вас не хватает каких-то айо, то есть пропускной способности не хватает, вас так много читают или так много пишут, что один сервак просто не справляется, ну, вот, ну, никак, в цепу он ушел или по сети он уже упирается, не знаю, какой-нибудь гигабит, грубо говоря, вот, в этом случае вам действительно необходимо придумывать что-то, как распределять свои данные на несколько, на несколько машин. в MongoDB шардирование, ну, шардирование делается прозрачным для пользователей, вы задаете коллекцию, ну, это как раз метод горизонтального масштабирования, вы задаете, выбираете коллекцию, в которой хотите шардировать, выбираете ключ шардирования, про то, как это выбирать, мы еще поговорим, и дальше все магически работает за вас, ваши данные как-то разбиваются на какие-то чанки, они равной длины, и они равномерным образом распределяются по сервакам, которые у вас есть, а если где-то становится слишком много чанков, то запускается автоматический прозрачный процесс миграции чанков с одного сервера на другой сервер, при этом эти чанки продублированы, зареплицированы с каким-то фактором, который вы заранее задали, или если в один сервер попадет метеорит, отскочит, попадет в другой сервер, то они останутся на третьем, например, еще, ну, то есть хорошо, ну, то есть на словах хорошо, на словах Толстой, вот, вот им суть маркетинговой стратегии MongoDB, в частности, на мой взгляд, но это неважно. Так вот, вот есть такая фича с автоматическим шардированием, как я сказал, у вас тут может быть несколько серверов, вот есть вот эта вот репликация данных этих чанков, на которые ваши данные побиты, вы можете, собственно, не использовать шардирование, использовать только репликацию, репликация происходит в рамках так называемого реплика сета, реплика сет это какое-то, ну, нечетное количество серверов, где есть primary и secondary, ну, primary это master, secondary это slave, если вы любите поликорректную какую-то нотацию, то вы говорите не master, slave, а primary и secondary. Вот. Primary в данном случае принимает запросы на запись и каким-то образом синхронизируется с secondary нодами и ну, или они с ним синхронизируются, узнают, что им надо на себя принять, какие записи, чтобы целиком совпасть с мастером в данном случае. При этом случае падения мастера, опять же, прозрачным образом происходит переключение мастера на другую ноду, то есть ноды, которые остались secondary, они сами определяют, что мастер в отключке по какой-то причине и с помощью там несложного алгоритма, называется boole-алгоритм, они выбирают, ну, грубо говоря, по идентификаторам, которые у них есть, у кого старше идентификатор из тех, что остался в живых, он становится мастером. Ну, или primary. И, собственно, с тех пор все запросы перенаправляются к нему. То есть он отвечает вот за этот. за этот реплика-сет. При этом запись, естественно, идет только на мастера, на primary. Чтение может идти откуда угодно. Ну, то есть у вас шарды хранятся в разных реплика-сетах, при этом, как я уже сказал, шарды, ну, шардированные данные, фишка в том, что вы задаете ключ шардирования. Например, у вас есть пользователи, вы их шардируете самым по рейнджу, самым тупым способом, по диапазону идентификаторов. Первый миллион пользователей первый шард, второй миллион три, второй шард и так далее. Самое тупое шардирование, которое можно придумать. Они разбираются, данные, эти документы разбиваются на чанки, чанки размером 64, дефолт-сайз, максимальный размер 64 мегабайта и распределяются вот на эти шарды. Сколько у вас там, сколько у вас шардов есть. И внутри каждого шардака, я уже сказал, поскольку там это реплика сет, они еще реплицируются, если что-то покрашится, чтобы потом это можно было восстановить. Если где-то, если где-то, есть красивые картинки про это, если где-то вдруг становится много чанков, где-то у нас порой, то запускается, вы можете, собственно, руками запустить перебалансировку, но она автоматически работает и так. Вы можете запустить балансировку и перенаправить, и чанки сами собой перераспределятся на другие шарды. Ну и в процессе того, в процессе распределения всего этого добра запросы будут все еще в базе данных работать, и MongoDB сможет находить, несмотря на то, что чанк мигрирует в данный момент, она сможет находить данные документы, которые в этом чанке лежат, все равно сможет находить. Это у вас в момент миграции ничего не остановится, что, конечно же, приятно. Как все это устроено? Сразу с картинки начать. Вот с этой вот. У вас есть оплекуха, ваше приложение, которое, собственно, с базой данных общается. Оно общается, на самом деле, через какой-то коннектор, в частности, коннектор, это отдельная сущность, которая называется Mongoose, но это роутер запросов. Ваше приложение общается с Mongoose, или несколько приложений общаются с одним Mongoose, вот, который умеет общаться с конфиг-серверами. Конфиг-серверов 3, раньше, до версии 3.0, они поднимались вообще без реплик, просто были конфиг-сервера, сами по себе. это такие специальные демоны Mongo, MongoD, которые знали, где какие чанки лежат и как, куда за ними ходить, на каких серверах. То есть, когда ваше приложение, в данном случае, шардированные, распределенные, реплицированные среды, хочет что-то из базы данных получить, из вашего кластера, фактически, она обращается в Mongoose, вот хочу, ну, обычный запрос, как мы только что видели, любой из этих запросов. Mongoose идет в конфиг-серверальную, либо у него локально что-то закешировано, и получает от них ответ, где вот лежат данные с учетом того шардирования, которое есть, на каком серверах они лежат. И в зависимости от того, какую информацию конфиг-серверов получил, в зависимости от того, что они знают, где должны документы при таких условиях лежать, он, Mongoose, сам ходит на один или более шардов, в зависимости от того, какой запрос вы задали, если вы задали запрос в рамках одного шарда, то достаточно ходить на один шард, но если вы не на реплика-сет, если вы задали размазанный запрос, то нужно сходить на несколько шардов, ну, и вообще говоря, на все шарды. Вот. И получить какой-то ответ и отдать вашему приложению, то есть там за сценой, за навесочкой происходит очень много приседаний для того, чтобы вот эти размазанные данные по всему кластеру, распределенные такие балансированные и классные, получить и отдать ваше приложение назад. Ну, это, естественно, да, вопрос. А их три, они все одинаковые душу, цеполная, это просто дублировано? Хороший вопрос, да, я их как раз упустил, спасибо. Конфиг сервера, их три. Вообще, до версии 3 какой-то ноль, там просто была информация о том, где какие чанки лежат, при этом они были не дублированы, и если один сервер из конфиг серверов падал, то у вас в приложении нельзя было записывать, ну, баз данных, вот и кластер, вообще нельзя было ничего записать. Если падали все три, то вы падали, ну, типа, не знаю, покрашились диски или там сервера сгорели, потому что, не знаю, там, разверлась, не знаю, вулкан там начнулся прямо под этими серверами. Вот, бывает, частый случай. в этом случае вы теряете все данные, потому что вы не знаете, как данные распределены, у вас какие-то чанки в итоге на серверах и у вас данных больше нет, то есть вы кластер потеряли в некотором смысле. Сейчас, после версии 3.0, ну, люди, опять же, много, много было исправлено, много копий сломано, поскольку вы можете поднимать конфиг сервера в реплика сайте, в реплика сет конфигурации, то есть вы можете реплицировать данные, которые есть внутри конфиг серверов, наконец-то, то есть, если, в случае массового метеоритного дождя, вы, возможно, ваше приложение кластер выживет, это, и что-то будет работать, вот. Так, вот, несмотря на то, что здесь написано реплика сет, это презентация немножко отстает от действительности версии 3.3 какой-то там. Пам-пам. Шардирование, я сказал, вы, когда шардируете свою коллекцию, вы задаете какой-то ключ шардирования. Ключ шардирования, ну, в самом простом варианте, ну, который в документации описаны, это два варианта, вы шардируете либо по рейнджу, либо по хэш-функции какой-то. То есть, у вас по рейнджу, это означает, что данные, которых вот близко расположены, в этом рейнже, они будут расположены в одном шарде, по хэшу, это значит, ваши данные будут каким-то, ну, надеюсь, равномерным способом размазаны. Зачем это нужно? Ну, почему есть, как минимум, два таких способа, и зачем их вообще выделять в отдельный, зачем их разделять? Дело в том, что вот такое размазывание, шардирование по рейнджу может привести к тому, что у вас какие-то популярные данные попадут в один шард. Ну, допустим, так получилось, что у вас первые пользователи, а вы делите, шардируете пользователей, они находятся в первом миллионе, вот самые популярные первые пользователи, они зарегистрировались в начале, они находятся в первом миллионе, тогда у вас вот этот шард с этими популярными пользователями будет самый нагруженный, а все остальные шарды будут холодные стоять, грубо говоря. Это не то, что вы хотите, вы хотите, чтобы они как-то распределились независимо от вот этой составляющей, тогда вы используете шардирование по хэшу, это один из примеров, потому что хэш, он какая-то, ну, случайная функция, грубо говоря, и все это размажется, и будет работать, все сервера, по идее, в идеальном мире, они будут равномерно нагружены, это то, чего вы добиваетесь, чтобы равномерно были распределены данные и нагрузка, потому что, как я сказал, что помощь шардирования вы решаете не только проблему с тем, что у вас все на сервере не помещается, но с тем, что у вас пропускной способности не хватает, вот. Так, два варианта шардирования, да, и распределения всего этого добра. Черт, что-то еще хотел сказать? Ладно, продолжим, пока я вспомню. Три варианта запроса, собственно говоря, которой ваш аппликейшен может относительно такой распределённой среды задавать, ну, типа запросов независимо, то есть прозрачно для вас, это таргетированные запросы, когда вы в рамках, ну, допустим, вот опять же, разбиваем пользователей по миллионам, вы запрашиваете всех, ну, первые 42 пользователя запрашиваете. это запрос, который из конфигсиров Among Us расскажет о том, что, точнее, поймет, что для этого достаточно обратиться в один шард, и, собственно, вы идёте в один шард за какими-то данными, получаете их, всё, история закончена, вы справились, ура. есть размазанный запрос, вы обращаетесь, там, хотите информацию, там, средний возраст всех пользователей, для этого надо пройтись по всем шардам, увы, для этого Among Us, ну, из конфигсиров получает информацию и идёт в каждый шард, ну, там, в рамках этого шарда, там, какие данные получает, агрегирует, что-то делает, или возвращает вам просто результат от каждого шардов, ну, или ещё, может быть, размазанный запрос сортировкой, тогда у вас Among Us идёт на каждый шард, ну, в рамках каждого шарда, ну, селектятся нужные документы, они сортируются, потом Among Us получает от группки отсортированных документов и с помощью мерджа, ну, линейной, с помощью мерджа, просто, мердж сортировки, получает, отдаёт вам ответ, уже готовый. Да, вспомнил, что хотел сказать про шардирование. Если, вообще, тема шардирования, выбора функций, выбора ключа шардирования, функции шардирования, и вообще, как эти данные разделять по серверам, и какие могут быть проблемы, это достаточно, ну, тема нетривиальная, то есть, самое первое, что приходит в голову размазывание, вот, чисто по диапазонам, это самое первое, что приходит в голову, это не всегда самое идеальное решение, иногда вам нужно что-то более сложное в зависимости от условий, опять же, от того, как у вас распределена нагрузка, от каких-то особенностей юс-кейсов, ну, не знаю, в каком-нибудь Твиттере, наверное, распределять пользователей чисто по диапазонам, может быть, не всегда лучше решение, опять же, потому что какие-то популярные пользователи могут упасть в один шард, шард перегрузится, какой-нибудь там, не знаю, Канни Вест и Дональд Трамп попадут в один шард, и будет тяжело, наверное. Вот. Хотелось бы как-то по-другому это делать. Если вас эта тема интересует, я могу порекомендовать, но тем более это связано с темой базы данных, есть на Highload лекции, она, по-моему, даже в онлайне есть, там, где Константин Осипов и Алексей Рыбак, если не ошибаюсь, его фамилия, если что, я прошу прощения. Вот. Это CTO по Баду, ну и Костя Осипов, это разработчик Тарантла, у них есть такая совместная лекция, ну как это, как рестлинг-турнир совместный, вот, где они рассказывают про выбор просто про шардирование, соответственно, грубо говоря, в базах данных вообще про шардирование, как правильно выбрать ключ шардирования и тому подобное, это, по-моему, позапрошлого года выступления, или типа того. Вполне может быть и интересно и полезно. Поэтому я здесь в рамках этой лекции не буду особенно в это углубляться, тем более мы не про это. Как все это запустить? Ну, то есть, за что еще? Разработчики полюбили, помимо того, что у вас есть вот это самое прекрасное шардирование и репликация, и все так классно, хорошо из коробки работает, что, помимо того, что оно есть, а его еще легко запускать, что, не можешь, например, вы запускаете три конфига сервера, в последних версиях вы еще реплика сета настраиваете, если не хотите потом оказаться в неприятной, неловкой ситуации, ну, грубо говоря, запускаете шарды и все. Вы выбираете функцию шардирования, все, настраиваете, какие сервера могут быть шардами, и все. На этом заканчивается, собственно, нет, не лекция, естественно, пункт про шардирование. Так, осталось еще чуть-чуть. Последняя часть, ну, предпоследняя часть про то, как позиционировать себя, и позиционировали, и позиционируют себя MongoDB, то есть возникает вопрос с учетом всех этих фичек, для чего же можно использовать MongoDB. Ну, мы сейчас посмотрим какие-то примеры, почему раньше это было не совсем так, ну, про какие-то особенности, которые я все время тизеру уже давал, про то, что там особенности консистентности какие-то есть, и и тому подобное, и про что еще не успел рассказать, причем, оглядываясь, как бы, узная вот то, что я сейчас расскажу и то, что расскажу потом, вы можете сравнить, насколько соответствовать, насколько действительно эти юзкейсы оправданы. Согласно тому, что считают разработчики MongoDB, можно использовать для того, чтобы хранить какие-то, ну, более-менее большие данные, в частности, для данных, которые генерируются, ну, machine-generated data, это какие-то сенсоры или какие-то мониторинговые системы, ну, то есть, чуть ли не не time-series, но в таком более простом варианте, или что-то связанное с приложением, связанным социальными медиа, как вариант. Для того, чтобы, ну, вот, кстати, вот это достаточно распространенный, действительно, правдивый юзкейс для того, чтобы делать дашборды какие-то, то есть, сохранять информацию о, не знаю, каких-то ивентах, ошибках, которые у вас в системе происходят, действительно, MongoDB, наверное, для этого подходит, собственно, вот коллега мой в Яндексе именно так его использовать. Для таргетирования рекламы, несмотря на то, что она здесь есть, поскольку, я работаю в отделе, который занимается таргетированием рекламы, MongoDB не подходит для этого не совсем, ну, то есть, никак. Мониторинг социальных сетей, но это, в принципе, для этого подойдет и религиозная база данных, но, поскольку для мониторинга социальных сетей сама схема, она не всегда фиксирована, непонятно, не всегда нужно что-то хранить, вот особенности бессхемности, они могут быть полезны, скорее всего, в этом случае. здесь вот один из буллитов про социальный медиа-мониторинг, здесь есть, упоминает слово игры, и в частности, вот для того, чтобы что-то связанное, игровые какие-то приложения, для этого MongoDB это тоже всегда хороший вариант, ну не всегда, но вообще неплохой вариант, лучше, чем для таргетирования рекламы, вот. Для анализа данных, для анализа данных, ну для каких-то простых магазинов, да, наверное, подойдет для анализа данных, хотя не все, ну то есть тут есть нюанс в том, что подойдет, в смысле подойдет, действительно можно запихнуть данные, что-то анализировать, и в MongoDB есть, да, кстати, это поинт, который я забыл рассказать, в MongoDB есть, безусловно, все эти запросы с группировками, ну все эти groupby, агрегатные функции, все это есть, но я не стал об этом упоминать, потому что там есть классная страница документации, которая прямо делает маппинг между тем, что есть в реляционных базах данных, и как это переносится в термины MongoDB, как сделать groupby, having, и вот это все в терминах MongoDB, поэтому просто один маппинг, просто рассказывать эту документацию, наверное, не так интересно, вы можете ее прочитать минус за 5-10 сами и понять. Вот. Какие-то данные для анализа данных, для аналитики вы можете действительно запихнуть в MongoDB, но будут ли пользоваться этим аналитиками и будет ли им это удобно, вопрос достаточно спорный, потому что аналитики чаще всего не знают JavaScript, они знают R, они знают Python, они знают SQL, но они, скорее всего, не знают JavaScript, им будет не очень удобно с этим работать. Ну и какие-то особенности того, что MongoDB, всякие ограничения, то, что вы не можете поселектить, если у вас там сортированно поселектить, если у вас нету индекса, это все, короче, не совсем про аналитику, то есть это какая-то система поддержки аналитических решений, но самим аналитикам это не очень подойдет. Какой-то магазинчик простой сделать или бложек, ну да, для этого подойдет релизионный образ данных, тут нет ничего такого, для чего вам сиял бы ярким планем MongoDB. Так, новостные сайты, ну да, здесь, наверное, не так плохо, учитывая то, что структура новостей, она, наверное, достаточно динамичная, и там много отсылок к чему-либо, и вот эта вот возможность, опять, бессхемные возможности, не имеют значения. Все эти возможности, все эти возможности, которые я сказал, связанные с автоматическим шардированием, репликацией, и все такое, ну, по крайней мере, репликация нужна, наверное, ну, как минимум, бэкапы, бэкапы, репликация — это разные вещи, но репликация чаще всего нужна, но вот это шардирование, оно нужно все уже достаточно небольшому количеству людей, то есть не каждому нужно шардирование, но так или иначе, оно так продвигается, что вам оно тоже необходимо и тому подобное, и поэтому, собственно, поскольку шардирование и репликация предполагают, чтобы запускать много инстансов на разных машинах, то есть используйте физически много тачек, отчасти поэтому на такие конференции, которые для монго-разработчиков проводят, приезжают ребята, типа, сетевого Амазона и говорят, да, используйте Монго ДБ, а еще лучше на Амазоне где-нибудь инсталлируйте много тачек, там, инстансы пожирнее берите, потому что Монго ДБ, особенно на старых версиях, там, когда памяти не хватало, вы берете какой-нибудь ММ-Лардж и вперед и приносите деньги, то есть Амазон это, как бы, своего профита не упустит в этом плане, вот, но такие, но эти фичи не всем нужны, и, наконец, ну, то есть, из этого, чего хотел сказать, раньше, пока не рассказывал, сейчас я уже даже не знаю, что конкретно говорить, раньше я говорил, что Монго ДБ наибольшим образом подходит, наверное, для каких-то игровых приложений и для того, что у вас есть какой-то в девелоперской среде, ну, то есть, то, что стыдно или не нужно показывать широкой публике, да, наверное, Монго ДБ для этого подходит, да, версии 3.0, то есть, там было, с учетом особенностей вот этих вот, огромной блокировки, инженерной особенности, консистентность, это было страшно показывать наружу, ну, на мой взгляд, сейчас это уже стало выглядеть приличнее, но не то, чтобы, прям вот, не то, что сильно хорошо вдруг стало. Так, ну, я все же расскажу про особенности консистентности, то, что не рассказал, не рассказал в прошлый раз, я обещал, иногда свое обещание выполняю, связано это, давайте сразу начнем с Монги, потому что другие посмотрим, на других ребят, опять же, это до версии 3.0, но чтобы понять, почему я так часто обобщаюсь к этому, потому что, ну, версия сама после 3.0 все же существует, определенное время недостаточно, не все даже на нее пришли, то есть, я более чем уверен, что не все пришли на версию пост 3.0, ну, и особенности, которые были в МГДБ, дают вам возможность понять, что можно ожидать вообще от разработчиков, это связано с тем самым особенностями консистентности, которые я уже несколько раз упоминал. С чего начинается история, есть такой классный чувак по имени, ну, у него никнейм Афир, он специалист в области распределенных систем, он написал тузу, которая называется Джебсон, Джебсон, это туза, которая позволяет тестировать в частности распределенные приложения, в частности базы данных на предмет гарантии консистентности, которую они предполагают из документации. Ну, в частности, если вы почитаете документацию MongoDB, там написано, что это относительно каптерейма ЦП базы данных, то есть консистентность и устойчивость к разделению сети это типа вот наше все. Но, как бы, верить на слово никому нельзя, особенно документация, это вообще, то есть документация может написать все, что угодно. Это достаточно плохой вариант. Поэтому есть неизбежно было появление такого человека, решил это проверить. Там есть цикл статей про тестирование всех этих прекрасных баз данных. Даже напишу имя чувака, ну, точнее, никого в Твиттере. Забыл, к сожалению, просто как его зовут, раньше помню, из головы вылетело. вот, и почитать весь цикл статей про тестирование различных. Там есть тестирование, если я сейчас не успею рассказать, и Redis, и Postgres, и что угодно, нет, по-моему, там очень много всяких разных базанов. MongoDB несколько раз тестировали вообще, ну, в связи с тем, в связи с результатами первого тестирования. Как это, короче, эта туза работает? Берет, поднимает в пяти докер-контейнерах Mongo в режиме реплика сета, один мастер, четыре, соответственно, четыре слоева, и начинает запрашивать оттуда что-то. Запрашивает, запрашивает, а потом с помощью, ну, есть такая туза Linux, это C, если я не ошибаюсь, вы можете замедлять, ну, вы можете играть с каналом, пропускным каналом, можете замедлять пропускную способность, ну, с помощью, понятно, IP-таблсов вы можете обрубать вообще соединение между разными тачками и тому подобное. В данном сетапе, вот как здесь на картинке изображено, у вас вот есть N1, это мастер, ну, и все, естественно, клиенты общаются с мастером, мы сказали, в реплика сете есть один мастер, все остальные слоевы, и, соответственно, мастер синхронизирует изменения слоевов. У него есть четыре слоева. В данном сетапе будет интересно посмотреть, что будет, если, ну, обрубить вот это, произойдет network partition, ну, поскольку в документации написано, что partition tolerance, все будет классно, еще консистентно, к тому же. Будет интересно посмотреть, что же произойдет, если мы возьмем и сеть, ну, грубо говоря, пополам разрубим каким-то образом. Как предполагается, что это должно работать, если мы в ЦП, в рамках кап-теоремы, как это предполагается, чтобы это работало. Те узлы, которые остались в меньшинстве, они понимают, о боже, нас так мало, мы не принимаем больше никакие обновления, поскольку мы сильно консистентны, а те, что остались в большинстве, если не на их стороне мастер, они выбирают новый мастер, принимают обновления, потом, после того, как партица и хилится, ну, то есть, восстанавливается связь между двумя кусками, то они продолжают работать, возможно, переизбирает мастера, но это уже зависит от реализации протокола, неважно, главное, что консистентность не меняется, и те, что оставались в меньшинстве, они просто по каким-то логам, по оп-логам, не знаю, по вал-логам, как угодно, догоняются, или просто стягивают какие-то снапшоты, короче, приходят в то же состояние, что другие узлы, как угодно они это делают, не проблема того, кто использует базу данных. как работало на самом деле. И это поле для интересных разговоров. В moncdb есть настройки write-concern, так называемый, то есть, насколько вы сильно хотите, будь уверены, что данные, которые вы отправили, типа, на вставку или изменения, действительно оказались там, где вы хотите. там есть несколько вариантов, как это write-concern выглядит. Самый простой вариант, который был включен тогда по дефолту, это async, грубо говоря, давайте назовем его сейчас async. Он просто в версиях старых он назвался подномо, сейчас они его переназвали, не знаю, это типа как милиция, полиция, чтобы, видимо, коннотации какие-то старые избежать. Вот. Так или иначе, write-concern, допустим, он раньше назывался async. Что это подразумевало? Вы отправили запрос insert такой-то документ базу данных и вам мгновенно вернулся ответ, потому что он асинхронный. Ну, вы понимаете, что асинхронный, вы понимаете, как работает синхронность. Поэтому отчасти бенчмарки и bongo db тогда были такими на запись, были такими впечатляющими, потому что, о боже, асинхронный запрос работает очень быстро, потому что вы ничего не ждете, они же асинхронные. Вот. Классно было. Так вот, это прекрасный асинхронный режим. Что произошло на самом деле? На самом деле, когда... Есть картиночка? Ой, нету. Жалко. Вот. Что произошло на самом деле? После того, как отделились узлы n1, n2, и n3, n4, n5, вот так вот партиция такая была. Ну, эпитреблсом порубили, грубо говоря, пополам. На самом деле, до этого мастером было n1. Они остались n1, n2 в меньшинстве, но они решили, что, пожалуй, не стоит обращать внимание, что произошло какое-то разделение сети. Они физически не могли, то есть, никак реплицировать все это на оставшиеся узлы в реплика сете, но это было невозможно. Только или иначе, n1 по-прежнему оставался мастером, а узлы n3, n4, n5 подумали, о боже, произошло разделение сети, но у нас нет мастера, выберем еще одного мастера. Так в системе появилось два мастера, при этом часть клиентов начали общаться с мастером n1, другая общается с мастером, допустим, n5. Этот сценарий называется, ну, это классический сценарий называется split brain, split brain сценарио, то есть разделение головного мозга, ну, то есть если вы разрезаете мозг пополам, то он, в принципе, он будет работать по-прежнему, если вам вынуть одну полушария, и у вас вы от этого не умрете, и будете, в принципе, функционировать приблизительно еще так же, как сейчас. Но с МОГДБ работало не так. Но это в этом прекрасность. Как работало на самом деле? Ну, вот они разделись, ну, окей, два мастера, ну и что? Самое интересное произошло, ну, и как бы все запросы идут, действительно, как бы, все окей, записи записываются, все классно. После того, как записи записываются, все классно. Я потом... Потом партиция вот это вычинует, какой-то вот лог Джепсона, потом после того, как партиция похилилась, вылечилась, система, как бы, проверяет, сколько из того, что она попросила insert, на самом деле оказалось в базе данных. Ну, грубо говоря, там тест чуть более сложный, но это так это работает. И вот по строчке предпоследней, loss rate, это означает, сколько же, какая часть из этих потерялась данных. То есть на время, на время разделения сети, ну, 41% данных был потерян. То есть все, что 41% данных, просто, and it's gone. этого больше нет. Почему это сработало так? Потому что был один праймер, и другой праймер, и партиция подчинилась, и надо что-то делать. У нас как бы было два мастера, надо как-то с этим расправляться. Они... У мастеров есть так называемый оплог. Это лог операций. Но они, грубо говоря, сколько операций было, и у каждого есть индекс. Было 10 операций, оплог 10. У этого было 42 операции, оплог 42. Были два мастера, они... Сколько у тебя оплог? У меня там, не знаю, 100, а у меня 50. Отлично. У тебя оплог больше, ты будешь мастером, типа, а я скипаю все эти записи, которые... А, что-то нам вставляли там. Зря они это сделали, короче. Вот. Так это... То есть все записи, то, что происходили в минорную часть этого разделения, они все просто были проигнорированы. По идее, при этом, что еще добавляет прекрасность этому продукту, по идее, в таком случае, когда вот в Монгдб скипает, вот эти записи, которые... которые у другого мастера нет, но он, типа, у него старший облог, он должен сохранять в отдельную бэкапную директорию, чтобы потом вы, типа, могли посмотреть, что же, черт подери, произошло. Но самый приказ, что в этих тестах он ни разу этого не сделал. То есть он так и не сохранялся. Просто данные были потеряны навсегда. Мало того, что что-то произошло, они были потеряны навсегда. Собственно, да, вот этот режим назывался Monge Unsafe. То есть вот этот асинхронный режим, но он назывался... Хотя бы название у него такое Unsafe, и ты как бы начинаешь думать, что, возможно, что-то не так, но... Ну, да ладно. Есть другой режим, он сейв, он записывает на целую... Он убеждается... Он не асинхронный, убеждается, что записался на мастер. Потеряете всего лишь 37% данных, то есть, ну, стало лучше заметно. Но в таком же сценарии, то есть опять сплитбрейн, вот это все. Есть режим реплика сейв, он проверяет на какое-то количество... Сейчас я посмотрю. Да, он проверяет на какое-то количество реплик, потому что она реплицировалась на то ли одну, то ли на две тогда проверял. Сейчас этот параметр тоже конфигурируется, вы можете... Там буковка V такая есть в документе, когда вы задаете вайт-консерн, и вы пишете, сколько вы хотите... Насколько хотите, чтобы реплик дошла эта запись, чтобы мастер убедился, что на таком количестве реплик дошла эта запись. Реплика сейв, я не помню, сколько там... Две, что ли, тогда была в той версии. Ну, короче, тоже становится лучше. Всего лишь 33% записи теряется в результате разделения. И, наконец-то, вайт-консерн-мажорити это уже, типа, что-то нормально работающее, потому что вайт-консерн-мажорити подразумевает, что на большую часть кластера записалась. И вот здесь есть какая-то, ну, 10-4, ну, короче говоря, такая одна... Грубо говоря, потерялась одна запись там, но это связано с каким-то непонятным лагом, который тогда и не выяснили. Ну, то есть, вайт-консерн-мажорити она не теряет данные, за что? Спасибо. То есть, спасибо, что ты живой. Но есть нюанс, как я говорил, вот эти консистенции, модели консистенции, которые мы обсуждали в прошлый раз, чем у вас более консистентна база данных, тем меньше перформанс, потому что надо всякие блокировки учитывать, там, приседать сюда, приседать сюда, чтобы действительно все получили эту запись. Это дольше происходит, это менее производительно, зато гораздо более консистентно. То есть, MongoDB до этой версии, до 3.0 версии, ну, даже до 3.2 версии, работало по дефолту в таком достаточно опасном режиме, когда вы могли действительно потерять какие-то данные. Вот. После того, как появилась 3 версия из Barret Tiger, было второе тестирование, там нашли ошибочки уже, ну, поменьше, то есть уже не терялось такое грабанное количество данных, но, то есть все равно записи терялись. Там, вот, Афир поставил, не знаю, там были ссылочки на Jira, в MongoDB, там багов, 3-4 бага нашел, то есть, еще раз, дополнительно проведя тестирование. После этого, когда пофиксили, ну, не знаю, пофиксили до конца, я не настолько внимательно следил, но после этого MongoDB, они внедрили у себя автоматическое тестирование с помощью Jepson, то есть они адаптировали и себя гоняют тесты теперь. То есть сейчас этих багов вроде бы даже нет, и сейчас, ну, возможно, вы даже не потеряете данные, когда будете пользоваться MongoDB, и что-то случится, но если вы правильно настроили конфиг и прописали там write concern majority, а не какое-то другое, потому что там по-прежнему осталась опция, типа в буковку V, напротив букву CW не написать 0, и тогда он будет работать аналогично режиму unsafe. то есть асинхронно записали, очень быстро. Это самое главное, быстро записать. Вот. Вот. Это все, что, наверное, про MongoDB хотелось бы сказать. Кстати, у меня, наверное, есть короткий пример, возможность рассказать про другие, там, как я сказал, были тестированы другие базы данных. Сейчас я расскажу еще про Кассандру, потому что там про Рэдис там было то же самое приблизительно, там было же приблизительно такой же сценарий тестирования, но сейчас не так актуально рассказывать совсем, потому что там использовался механизм, который в итоге от Рэдисе отказались, так называются Сентенейлы. Тоже там появлялся спинбрейн и терялось 56% данных. Ну, это сейчас там этот случай, а кто интересен тем, что там был очень такой массивный твиттер-срач, и не только твиттер с постами и автора Джепсона, и автора Рэдиса, где они один говорил, что он дурак, нет, ты дурак, то есть такое разбирательство было своеобразное, кто же, кто правильно тестирует, кто правильно самый главный парень на деревне в распределенных системах. Вот. Более интересно, как пример, такой анти-пример, это Кассандра. Мы ее так затравили, я сказал, что у меня особенности, связанные с консистентностью, в частности, особенности с тем, что там используются гости-протоколы, и вот eventual consistency, и все такое. Еще классно то, что если у вас происходит конкурентная запись, Кассандру, она вставляется там, ну, по одному этому же ключу происходит ставка, там есть таймстемпы, она выбирает, какую запись в итоге вставляет, просто по таймстемпу, кто последний справился, кто-то молодец. То есть никаких больше сложных штук, там, типа, ассистентность какая-то, нет, все это ерунда. И вот Кассандра это отличный пример про соответствие документации реальности. Вот прям вот я не помню, это я натыркал с документацией или просто даже с блогикой с поста взял. Вот видите, в документации Кассандры, там актуальная документация, там обсуждают, что вот насильно каптиаремы, мы вот есть у нас настройок, вы можете настраивать консистентность и доступность, то есть вы можете настраивать доступность и консистентность, но всегда у вас есть partition tolerance, ну и при этом in a cap sense в cap смысле у нас наши данные всегда консистентны на всех репликах. И при этом прогоняется джебсон-тест, там даже без особенностей без split-brain даже, конкурентная запись в Cassandra, и вы из-за этого особенности работы с timestamp, теряете вдруг 30% данных. Класс. Вот, если вы об этом не знаете. еще, как неудивительно, в Cassandra в какой-то момент добавили транзакции, ну транзакции, что-то, о чем вы думаете, как о чем-то очень сильно консистентном, так или иначе, там все равно терялись записи. То есть ни одно из утверждений, которое было о транзакциях в Cassandra, о том, что они тоже такие классные работают, до конца не было правды. они не работали или работали не так, как хотелось и что-то всегда шло не так. Вот. То есть поинт в том, почему я хотел все равно остановиться на Cassandra, хотя мы сегодня MongoDB обсуждаем, потому что не стоит верить тому, что написаны документации, это вас часто могут обманывать. Так вот, подытожив про MongoDB, мы обсудили с вами вообще какие-то особенности того, как это работает, как начать общаться с MongoDB, как моделировать известные нам связи из релизационных баз данных внутри MongoDB, как вот схемы с эмбейдингом и референсингом, и как относительно вот этих отношений one-to-many, many-to-many, one-to-one использовать их, и что чаще всего все это зависит от бизнес-кейса и от use-кейса, который у вас есть, и вы структурируете свое хранилище данных именно исходя из этого, а не просто нормализуете до какого-то упора. То, что есть все то же самое индексирование с бандеревьями и всем прочими плюшками, и с теми же плюсами и недостатками, что есть и в обычных базах, ну, в релизационных базах данных, но при этом у Монго есть свой кьюри-оптимайзер, который еще молодой, кьюри-оптимайзер достаточно сложная часть базы данных, и вот у них кьюри-оптимайзер еще такой зеленый, поэтому стоит внимательно относиться к нему, что Монго ДБ, несмотря на то, что третий версий продукт относительно других релизационных в частности баз данных продукт молодой, там есть какие-то странные штуки, типа ограничение длины документа, ограничение уровня вложенности, ограничение количества индексов, ограничение имя индексов, ограничение выборки данных без индекса, с учетом того, что надо сортировать, куча, ну, я упоминал за эту лекцию кучу, часто упоминал, что вот тут вот если это, вот тут если то, куча всяких каких-то подводных камней, которые с этим связаны, обсудили особенности из коробки, то, что дается про масштабирование, вы можете горизонтально масштабировать MongoDB за счет автоматического шардирования, реплика сета, это, кстати, из того, что я говорил Mongo хорошо, это вот бсон, JavaScript-like язык запросов и вот эти вещи, вот типа реплика сетов и автошардирования, вот это тоже хорошо, если вы, по крайней мере, не в on-save режиме вставляете данные, то это, в принципе, даже работает, это может быть полезно. Вот, обсудили, что это нужно, хорошо и полезно, но в редких случаях, то есть вы редко дорастаете до таких масштабов и пропускных способностей, когда вам действительно необходимо, то есть не стоит покупаться на то, что, о боже, это есть, срочно ставим MongoDB, вам может никогда это в жизни не понадобится, а тем не менее, вы можете натолкнуться на особенности подводные камни с MongoDB, которых не ожидали. И последнее, мы посмотрели какие-то юзкейсы, когда же это можно все же применять? На мой взгляд, который, конечно же, ну, то есть человек, который не сильно прям вот практик MongoDB, это подходит для какой-то девелоперской среды и, возможно, на мой взгляд, опять же, на написание каких-то игр, наверное, это неплохо, то есть там вот удобно, удобно общаться с этим всем. Вот. На этом, наверное, все про MongoDB, что еще хотел сказать, что у нас будет дальше семинар. В семинаре у вас будет одна задачка, одна задачка по MongoDB, ну, помимо того, что у вас будет вот эта вот онлайн-часть, мне нужно будет запросики порешать, там, в том числе, будет запрос на Грубай, вот эти файны, все то, что мы... Грубай я не обсуждал, агрегационный запрос, но они там будут, не проблема, вы справитесь сами. Будут один запросы и будут теоретические, опять же, вопросы по последним, лекциям, то есть я буду спрашивать, помимо того, что какие-то там вопросы будут, типа, назовите, перечислите особенности, там, плюсы и недостатки MongoDB, что такое реплика сет, какие бывают индексы MongoDB, вопрос, какие особенности, ключевые фичи Тарантула, какие бывают типы NoSQL баз данных, зачем нужны каунн-ориенты базы данных и тому подобное. Вот такого рода запросы, в принципе, большую часть их перечислил прямо так сходу. Такого рода будут теоретические запросы, вопросы, все. Уже наверное, самый конечный итог этой лекции, такой же, как и прошлый, для нужно не бездумно использовать какие-то решения, а подходящие, использовать те инструменты, которые подходят для данного случая, а не просто забивать все одним и тем же молотком, даже несмотря, что у вас тут гвоздь, а тут шуруп. Вот. Короче, быть внимательным и думать, быть инженерами. Все. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.